момент осветить. Первое. У нас запущен сайт ассоциации, вы сейчас видите на слайде rppa.ru, заходите, там уже сейчас много полезного. И второй момент. Мы совместно с коллегами из B-152 проводим опрос специалистов по защите данных, и ссылка есть как раз на главной странице нашего сайта. Я призываю вас поучаствовать, кто еще этого не сделал. Думаю, что нам всем будет интересно потом посмотреть на результаты и проанализировать их. Я передаю слово Кристине, которая расскажет про программу нашего мероприятия. Пожалуйста, Кристина. Илья, спасибо большое. Сейчас чудесным образом переключится следующий свайд. Коллеги, я всех приветствую в этот у меня лично не солнечный день, хотя он был солнечный до пяти часов, а сейчас какой-то ливень идет. В общем, у меня не переключился свайд. Сейчас все будет. Сегодня мы с вами обсудим момент. Как раз мы будем рассматривать... О, спасибо, вот и шпора пришла ко мне. У нас сегодня будет вступительное слово, которое уже, собственно, началось. Потом будет доклад по мониторингу работников. Как раз Марина расскажет про кейсы европейской и российской первоприменительной практики. Следующий доклад будет с очередителя от РПП Алексея. Мунтиан Алексей расскажет про виды соглашения о персональных данных. И вишенка на торте — это наша дискуссия с ведущими представителями Privacy в России, которые поделятся своим опытом, мнением по различиям 152 ФЗ и GTPR. Также мы параллельно мониторим ваши вопросы. Я прошу между собой общаться в чатике и отдельно вопросы задавать спикерам в секции Q&A. Следующий слайд. Вот. Мы также благодарим за поддержку и организацию сегодняшнего мероприятия нашего партнера. Это Академия информационных систем. Совместно с Академией информационных систем мы также организовали выдачу сертификатов. И после сегодняшнего мероприятия у вас будет возможность отправить заявку. Здесь как раз указана ссылка для того, чтобы мы выпустили вместе с коллегами для вас сертификат, подтверждающий то, что вы сегодня были на мероприятии. Также мы совместно с Алексеем расскажем несколько слов про общую деятельность ассоциации. Действительно, как упомянул Илья, очень важным для нас моментом был запуск сайта, на котором у нас агрегирована основная информация, полезные материалы. Там будут проходить все регистрации. И также мы запустили возможность регистрации в ассоциацию. Тоже можете подать свою заявку через наш веб-сайт. Мы все заявки оперативно стараемся рассмотреть и возвращаемся к вам с подтверждением. Основной посыл у нас не изменился. То есть мы за то, чтобы объединить всех специалистов России и СНГ и делиться мнением и опытом. Наши каналы в социальных сетях также не поменялись. Вы можете на них перейти по ссылкам. И приглашаем вас в вступление в ассоциацию. Алексей, тебе слово. Так, Кристина, спасибо большое. Ну, я также, как и мои коллеги-соучредители, рады вас всех видеть на нашей конференции. Мы надеемся, что вы присоединились к конференции в добром здравии, что у вас все хорошо. Надеемся, что будет еще лучше, в том числе и с нашей помощью. Как сказала Кристина, наша ассоциация, она делает следующие шаги в своем развитии. И мы очень надеемся, что в этом году нам удастся собрать общее собрание участников ассоциации для того, чтобы мы могли вместе наметить следующие шаги вот уже на следующий календарный год, то есть утвердить программу нашей ассоциации. Это будет касаться как и наших внутренних активностей, в том числе предоставления необходимой прайвеси-экспертизы по существующим законопроектам, так и нашей возможной коллаборации с другими организациями и, возможно, с госорганами. И, в принципе, как мы это видим, собственно, эта деятельность, она поможет нам сделать все таким образом, чтобы наши сами голоса, как профессионального сообщества, то есть голоса людей, которые представляют самих себя, как специалистов в сфере защиты персональных данных, либо, если мы возьмем более широко в сфере информационной безопасности, чтобы наш коллективный голос был услышан как регуляторами, так и бизнесу, обществом, так и консультантами. И, собственно, чтобы наша ассоциация была как раз общей площадкой, доступной для всех, где можно обсуждать те или иные злободневные вопросы, делиться опытом и, таким образом, повышать значимость то, чем мы каждый день с вами занимаемся. И я тогда, наверное, с разрешения коллег передам слово нашему первому выступающему. Марина. Да, коллеги, добрый день. Спасибо организаторам конференции за возможность поучаствовать. Спасибо за то, что мы слайд вывели. Коллеги, я предлагаю открыть мероприятие, которое будет сталкивать, где мы будем анализировать вопросы, сталкивать практику европейскую и российскую. Я предлагаю начать ее с HR-контекста, где, на самом деле, эти ключевые отличия между европейской традицией вопросов в персональных данных и российской, они наиболее очевидны, и их очень легко проследить и проанализировать. Я предлагаю рассмотреть тему мониторинга. И я сделала некий обзор из дел, из правопринятной практики европейской и российской. И, на самом деле, для затравки, я, наверное, скажу, главную ключевую идею моего и месседж моего доклада — это в том, что вопрос мониторинга работников на рабочем месте — это вопрос применения законного интереса в Европе, в том, где работодатель должен втиснуться в некие правовые рамки, доказать и обосновать свои интересы и, более того, задуматься о гарантиях работников и их неприкосновенности на их частной жизни на рабочем месте, который в Европе признается, против совершенно другого мира. Это против российской правопринятной практики, где, на самом деле, вопрос мониторинга, он, как я потом, наверное, вам продемонстрирую, развивается в двух направлениях — это бедные и чары, и юристы, и трудовики, и кто-либо, задается вопросом, как бы получить какие-нибудь согласия, как бы указать всех третьих лиц, их полное именование в этих текстах согласия, а потом, если не получается, либо если просто согласие, на самом деле, явно противоречит каким-то мероприятиям по мониторингу не делается ничего, но потом при этом результаты мониторинга, как показывает практика, в делах, например, по увольнению, абсолютно работают. Так, я сейчас попытаюсь перелистнуть на другой слайд. Лёша, если что, мне помогает. Я подготовила, надеюсь, слайд перенеснётся, я подготовила некие сводные требования и правила по европейскому подходу к мониторингу. Давайте пройдёмся. Первый ключевой момент, который стоит учитывать, — это то, что в своих полокальных нормативных актах, работодателя, необходимо закрепить официальный запрет на использование работниками IT-эсс-компании в личных целях. Это очень ключевой момент, либо вы можете допустить некое использование, но в таком случае вы готовите совершенно конкретные, с определёнными границами, политиками, с правилами допустимого использования, но на самом деле, наверное, подавляющая практика — это то, что работодатели запрещают в личных целях использовать корпоративное имущество, и для многих европейских правопорядков это критично, потому что если такого запрета нет, то, например, контент переписки в корпоративных мессенджерах, почтовых службах, он в данном случае приравнивается к режиму тайной связи, и дальше внутренние расследования и такие активности становятся гораздо более сложными, и проблемы в случае времени прависи. В Европе есть определённые запреты относительно мониторинга. Вот я на самом деле забыла сказать, но в Европе официально признаны, что мы стоим на тех постулатах, что работодатель может мониторить работника, он может это делать для обеспечения безопасности своего имущества, своих assets, он более того может сделать это для того, чтобы предотвращать самоупотребление со стороны работников — это вполне нормальная практика. Но при этом есть определённые запреты, которые ограничены работодатель в методах и способах этого мониторинга. Например, запрет автоматического копирования сообщений, который работник отсылает, или которым направляются работнику, и когда эти сообщения автоматически идут каким-то уполномоченным представителям работодателя, это запрет перехвата сообщений, это запрет ки-логеров, когда регистрируются действия, например, Во многих европейских юридикциях на законодательном уровне эти запреты закреплены. Есть общее правило по умолчанию, что нельзя смотреть личные сообщения работников. Это большая история относительно того, что значит личные сообщения. У многих регуляторов, я видела, например, у французского регулятора, я видела пояснение, что просто потому что какой-то документ в папке my favorites, мои любимые материалы и так далее, еще не говорит о том, что это именно такой очевидный личный контент. Но при этом из-за этого есть исключения. В частности, например, если вы смотрите эти личные сообщения в присутствии работника, то в присутствии работника вы это можете делать. Одно из ключевых, приходим к следующему требованию, одно из ключевых требований, это то, что мониторинг должен быть открытым. Вы должны проинформировать сотрудника о том, что тебе не только нельзя использовать корпоративное имущество в личных целях, но вообще-то этот запрет будет контролироваться, инфорсиваться и так далее. Есть исключения, чуть попозже об этом поговорим. Чем еще отличается европейская правовая традиция и правопринятельная практика? Там вопросы персональных данных в трудовом контексте. Это не просто GDPR, как закон, регулирующий обработку персональных данных. Там очень развито локальное законодательство, которое регулирует обработку данных HR в контексте. И это действительно очень богатый класс законодательства. Не как у нас, не просто какой-нибудь там ТК РФ. Это специальные акты, которые регулируют такие вещи, как региолокации и какие-то отдельные методы мониторинга и какие-то другие аспекты. И в вопросах обработки персональных данных очень вовлечены органы представительства работников. Условно скажем, это профсоюзы. У нас тоже такое есть. У нас тоже профсоюз имеет какую-то там силу. Ну, например, в нашем правопорядке профсоюз полностью оторван от вопросов, связанных с правильностью на рабочем месте. В Европе совершенно другая ситуация. И в некоторых юрисдикциях, если вы хотите осуществлять мониторинг работников, вы должны, в том числе, если получить несогласование, то, как минимум, уведомить эти рабочие советы для профсоюза, то есть организации по представительству работников. При мониторинге особое внимание уделяется вопросам хранения этой информации. И в среднем этот срок составляет полгода, может быть, с возможностью обоснования какого-то более длительного срока. Но, в любом случае, срок хранения этих материалов — это критичный момент в организации, выстраивание процесса мониторинга. Как я уже сказала, некоторые мероприятия не могут проходить в отсутствии работника. И еще я хочу добавить, что в некоторых юрисдикциях, это очень интересно, я думаю, мы поднимем этот вопрос в дальнейшем по поводу роли ДПО, в некоторых юрисдикциях можно встретить такие положения о том, что, прям такие эксплисит положения о том, что ДПО должны быть, с ДПО должны быть согласованы процессы по выстраиванию мониторинга, то есть это такое эксплисит положение, чтобы там у бизнеса не было какого-то соблазна обойти или что-то еще. Я хочу рассмотреть два ключевых кейса. Я опять пытаюсь пролистать. Да, я хочу рассмотреть два ключевых кейса. Это кейсы, которые двигали спектринг, не связанные с GDPR, или с Европейским судом справедливости. Это Европейский суд по правам человека. Два кейса, которые касаются мониторинга. Один из них, Барбулеску против Румынии, это кейс с 17-го года. Второй против Испании, это относительно недавний кейс. Почему они важны? Потому что они действительно образуют основной кейс-слой Европейского суда относительно права в себе на рабочем месте. Чем они важны и в принципе в истории есть в ключе Европейского суда про человека, это те, что эти дела, они против частных обитателей, не против государственных органов. И в этом смысле это некий такой хороший процедент. В деле Барбулеску против Румынии Европейский суд дает нам некие правила, формулировку неких фреймворк, которые помогают выстраивать комплайнт процесс по мониторингу. И в деле Барбулеску Европейский суд задается следующими вопросами и анализирует вопросы мониторинга на облачем месте через призму следующих критерий. Это скоп мониторинга, то есть мониторите ли вы корпоративные мессенджеры, мониторите ли вы видео, осуществляйте ли вы видеонаблюдение и так далее. Какой скоп, как бы IT-эссетс вы мониторите. Законный интерес, в чем, собственно, это обоснование, в чем justification, почему вам этот мониторинг нужен. Это тест на то, окей, у вас есть законное обоснование, а задумались ли вы относительно того, могли ли вы это сделать некими другими методами достичь своей легитимной цели и приемлемы ли какие-то методы с той же степенью эффективности, но менее агрессивной точки зрения нарушения личных границ работника. Это последствия, насколько суровы последствия для работника этого мониторинга. Это, безусловно, ключевой момент, связанный с тем, что уведомлен ли работник о мониторинге и были ли какие-то гарантии, предоставили ли какие-то дополнительные гарантии, чтобы создать, скажем так, эту систему удержек и противорезов. Но в качестве гарантии, в частности, вот если посмотреть на практику, этими гарантиями принимается привлечение каких-то независимых медиаторов, привлечение тех же органов представителей сработанных и так далее. Обресту кратко, в чем заключался кейс «Бургулеску против Румынии». Был некий сейлз-менеджер в компании и в силу должностных обязанностей его покосили, у него был корпоративный аккаунт на Yahoo. И в этой компании, как, наверное, в большинстве компаний, которые сейчас там мы знаем, в этой компании в одной из локальных интервративных актов был прописан запрет на использование корпоративного имущества в личных целях. Работник нарушил этот запрет, там были очень чувствительные контексты, работник переписывался с девушкой, с братом, темы были тоже не самые какие-то стандартные, чувствительные. Работодатель мониторил контент корпоративной переписки, его аккаунт на Yahoo и, собственно, уволил работника. В Румынии это возможно, у нас с этим немного посложнее, но взяли, уволили за нарушение запрета с документами по праву Румынии. Работник пошел оспаривать во все национальные инстанции это увольнение и конструировал свою защиту, но через призму того, что доказательства были недопустимыми, я не знал, что меня мониторит, этот мониторинг не может быть положен в основу моего кейса по увольнению. Чем примечательно это дело, помимо того, что это первое дело против частного работодателя, это дело даже в рамках европейского суда пересматривалось. И в итоге, скажем так, финальная аккаунтационная инстанция в европейском суде сказала, что признала увольнение незаконным именно по причине того, что я считала, что уведомление работника было недостаточно конкретным, и прозрачность не была распречена. Работнику действительно сказали, что есть такой запрет. Наверное, есть какое-то подразумеваемое правило, что все запреты, каким-то образом исполнение их контролируется, но работники нигде не сказали о том, что будет иметь место мониторинг, нигде не приснили охват мониторинга, нигде не разъяснили, что будет использован контент переписки. Тягчайшим обстоятельством было то, что мониторинг реально подразумевал контент переписки, а не какой-то там флоу вот этих писем, а именно контент. И сначала европейский суд поддержал работодателя, большая палата европейского суда сказала, что не было прозрачности, и вся ситуация не позволяет сказать, что работодатель убил так называемый «expectations of privacy», некие ожидания на приватность, как бы этот странный начало может быть по-русски. Поэтому ключевой момент, я думаю, что и в России, и по российской практике нам тоже надо этого придерживаться, мониторинг в любом случае должен быть открытым, и, наверное, жить там с какими-нибудь ОНА или правилами внутреннего трудового распорядка, где есть какая-то мутная, не очень специфичная, не очень конкретное положение о том, что надо работать добросовестно и не использовать какие-то имущества в своих личных целях этот лох. Наверное, с такой формулировкой лучше не жить и делать ее как минимум более конкретной. Второе дело, относительно свежее дело, конца прошлого года, это дело «Лоха стриманды против Испании». Это, собственно, дело, да, спасибо, это дело как раз интересно тем, что в этом деле именно отсутствие этой прозрачности, отсутствие информирования тоже было признано допустимым. Обрисую это дело, жили-были, значит, существовал некий супермаркет, он до сих пор существует, жили-были работники, целая группа, организованный в горы. В какой-то момент менеджмент этого магазина начал прослеживать некие недосдачи. Анализировались какие-то бухгалтерские сводки в течение нескольких месяцев, по-моему, в деле там говорили как раз около пяти месяцев, и на протяжении пяти месяцев ревизия документально показывала, что все-то не исходится. По итогам этой ревизии, по итогам этого срока пяти месяцев менеджмент принимает решение, установить видеокамеры. Эти видеокамеры, по-моему, в течение 10 дней, если я не ошибаюсь в сухологии, в течение короткого срока фиксируют факты в рассылах состания определенных работников, работников также, как говорится, инизят эффект вольня. Работники также идут в национальные инстанции, дошли до Европейского суда, в позиции о том, что это скрытый мониторинг, это скрытые видеонаблюдения, мы имеем право на уважение и неприкосновенность в нашей частной жизни, такие материалы не могут быть положены в основу кейса по нашему войне. Европейский суд, собственно, прошелся по всем вот этим критериям, которые изложены на слайде, которые были выработаны еще в деле подлеска против унии, и признал такой скрытый мониторинг допустимым, но, безусловно, ряд фактов имел место, чтобы это случилось. Было учтено следующее, было учтено то, что, в принципе, зона, в которой работали работники супермаркета, она, в принципе, была такой публичной, то есть они работали в зале, где могли быть какие-то клиенты, и, в принципе, их рабочее место никак не намекало на то, что у них могут быть вот эти вот ожидания приватных, экссоциейшнсов в празднике. Было также учтено то обстоятельство, что работодатель не первым делом, не при первом же подозрении решил установить эти камеры, а все-таки прошло какое-то время, и работодатель действительно мог продемонстрировать, что были какие-то разумные подозрения, основанные на каких-то других обстоятельствах, подозрения отношения этих работников. Было также учтено, что сразу же, как только факт уравства был зафиксирован, немедленно камеры были демонтированы. И еще одно важное обстоятельство это то, что европейский суд действительно обратил на это внимание, что доступ к материалам видеозаписи, к материалам мониторинга был действительно ограничен, к нему имел доступ только один человек, со стороны компаний, и что компания привлекла, поставила в известность организацию по представительству работников, и также привлекла их представителей. То есть доступ был максимально к этим записям ограничен. И, собственно, вот эти, как бы вкупе, все эти обстоятельства позволили действительно признать законный интерес работодателя, и позволили взвесить вот эти конфликтующие интересы между работниками и работниками не прикосновения с начальной жизнью, и все-таки необходимостью как бы побороть это зло на рабочем месте. Поэтому я что хочу сказать? Я хочу сказать, что в Европе мы имеем дело с некой гибкой концепцией, но в этой гибкой концепции, тем не менее, есть какие-то рамки, которые работодателям надо укладываться, и, собственно, очень-очень подходить, и всегда это case-by-case basis, это всегда case-by-case анализ, основанное на ряде обстоятельств, и это как бы очень непростое упражнение. Так, сейчас я переверну. Я хотела сказать, что мы имеем дело в России. Если вы попросите юридический совет по поводу мониторинга в России, то, наверное, стандартным положением будет то, что в России прямо как бы экспресс или мониторинг на рабочем месте никакой могут быть не урегулированы, что есть какие-то общие положения, начиная с конституции, о том, что всем здорово на право неприкосновенность частной жизни, есть какие-то общие положения по АТК, что все должны работать добросовестно. Ну, собственно, практически говоря, у нас нет, у нас не заданы эти рамки, и по моему опыту, по нашей практике, по практике коллег, наверное, в учеб-контексте все укладывается вот в те два сценария, с которых я начала. Сначала задается вопрос, как бы взять согласие, желательно сразу при трудоустройстве взять согласие на все мониторинг мероприятия, побольше там указать все по статье 9 из 152 федерального закона, и, в принципе, дальше это согласие принимается как некое исцеляющее, легитимизирующее инструмент, и дальше ни о каком взвешивании каких-то других интересов работников речи не идет. Что делать, если согласие вы не получили, либо не можете получить, потому что никто их не даст вам? Тут примечательная практика наших российских судов. Я, например, хорошо знакома, может быть, коллеги потом меня дополнили, с практикой по увольнению, да, разглашение коммерческой таймера, бетодати, либо персональных данных других работников, да, то есть вот та статья ПТК, которая позволяет уволить за разглашение охраняемой законной информации. Вот этих дел очень много, и, в принципе, в этих делах вы увидите в основе этих дел доказательства материала и мониторинга, и не во всех делах, конечно, прослеживается, да, что работники пытались как-то играться с темой неприкосновенности частной жизни. Но, тем не менее, вот я, например, выложила ссылку на одно из своих любимых дел Республики, да, Верховный суд Республики Хакасия. В этом деле работник пытался оспорить свое увольнение за разглашение персональных данных других работников, он что-то перенаправил на свою личную почту, он ссылался на дело Барбулеску против Румынии, на другой кейс-слой Европейского суда, он сразу нарушение даже не только нашей Конституции, а статьи 8 Европейской Конвенции о правах человека, и, собственно, все эти его ссылки вылились в краткую фразу о том, что суд не усматривает нарушение неприкосновенности частной жизни. Да, тут пишут комментарии, спасибо. Собственно, суды игнорируют эти, таких дел не так много, но такие дела есть, и, собственно, это какой-то, я не знаю, может быть, это законный интерес по-русски, то есть в данном случае российские суды не говорят, что это законный интерес, и сейчас давайте посмотрим на пропорциональность, адекватность ваших мер, тем не менее, наверное, меня наводит на мысль эта практика о том, что есть некое понимание, что действительно у работодателя есть интерес мониторить работника, а уж если действительно работник попался, действительно разгласил какую-то коммерческую тайну, почему бы, собственно, почему мы должны думать о неприкосновенности частной жизни. Среди вот этого российского кейс-бога очень много дел, есть дела, где в качестве доказательства фигурирует в качестве доказательства фигурирует переписка работницы уже с ее личного аккаунта, то есть там расследование того, то что, и мы видим это в решении суда, и мы видим, что это ни в коем случае не возникло никакого эффекта. В одном из дел, тоже, которое касалось разглашений работников персональных данных других работников, я даже нашла очень милую ремарку суда о том, что работники, чьи данные разгласили, не давали согласия работнику, который разгласил их данные на обработку данных. Спрашивается, как будто, если бы они давали это согласие, это был бы ок. То есть это такая, знаете, индикатор нашей правокультуры, что на согласие действительно залагаются по нашей текущей правопринятной практике очень такая большая, легитимизирующая, вцеляющая все на свете роль. Так, еще одним моментом, когда мы говорим о мониторинге, очень интересный момент это геолокация, потому что в Европе геолокация считается чувствительной темой, и я вот здесь изложила некоторые гайденс прежде всего французского регулятора, потому что французский регулятор славится вот своей любовью к геолокации, и как мы видим, здесь тоже прослеживается вот эта вот концепция сдержек и противовесов, признается законный интерес работодателю, но, как мы понимаем, что есть определенные цели, есть некие ограничения по целям, и вы можете, например, собирать геолокацию, если суть вашего бизнеса такая, что вам нужно действительно отслеживать местоположение работников, чтобы, например, как-то менеджерить вот этот workflow, приоритетность задач, каких-то заявок, каких-то заказов и так далее. Акцент делается на срок хранения и своевременное уничтожение данных, и здесь есть некая вилка в зависимости от обстоятельств, и, как мы видим, это достаточно разумные сроки. Есть акцент на запрет постоянного мониторинга геолокации, запрет использования геолокации по общему правилу, чтобы учитывать рабочее время и запрет даже запрет внедрять эти системы в отношении некоторых категорий работников, опять же, например, работников, связанных с представительством, с отношением лидеров профсоюза. на контрасте следующий слайд, спасибо, на контрасте следующий слайд это то, что говорит о геолокации нашей государственной инспекции труда, у них есть такие онлайн какие-то консультации, и я видела неоднократно в некоторых консультациях на вопрос, можно ли это делать, дается просто совет, я даже не знаю, что лучше, что хуже, но в общем дается совет о письменном собачье, свободном, письменном согласии работника по канонам статьи 9 152 ФЗ, а вот здесь я выложила в частности один из примеров, что работодателю надо просто внести изменения в локальный инновативный акт, ВВТ, положение персональных данных, почему-то коллективный договор, и уведомить и ознакомить работников с носимыми изменениями, если потом почитать расшифровку этих объяснений, то там вот это уведомление ознакомления с ЛНА будет равнено к некому согласию работника на эту геолокацию. В данном случае все утыкается в согласие работника, если мы говорим о России. Так, я пытаюсь перевернуть. Еще один аспект, когда мы говорим о видеонаблюдении, о мониторинге, это безусловно видеонаблюдение. Мне тоже нравится этот контраст европейского подхода и российского. Если немножко сгенерить общий подход по европейской традиции видеонаблюдения, то безусловно это вопросы ограничения относительно того, где камеры могут стоять, где не могут. Вот на картинках собственно этот пример, который дается французским регуляторам, какой-то общий спейс, общий коридор, да, вы можете мониторить, но непосредственно над рабочим местом по общему правилу это невозможно. Вспомним дело против Испании, в ЕСПЧе там тоже делался акцент на то, что там, где они установили камеры, это в принципе по своему характеру такое публичное место. Сколько хранить записи? Записи, если говорить о регуляторах, то это срок несколько месяцев с возможностью хранить дольше, если, например, вам это нужно для завершения дисциплинарных процедур и так далее. Интересный вопрос в Европе стоит относительно уведомления о наблюдении. Я думаю, не надо нашей аудитории говорить о том, что Роскомнадзор требует некие таблички нехитрые. Например, французские регуляторы требуют уведомления публичные, то есть это должен быть какой-то знак непосредственно в помещении, где ведется наблюдение. И уведомления уже более длинные, детальные, с которыми ознакомливаются работники как локальный нормативный акт. Более короткое уведомление, очень интересно, что французские регуляции, например, прописывают включить цель видеонаблюдения, это контакты непосредственно ДПО по вопросам, если на контакт уполномоченного органа по защите персональных данных, и это отсылка, напоминание о тех правах, которые есть у работников в связи с неприкосновением с частной жизнью, технологиями и так далее. То есть вот такое наблюдение, а не просто какой-нибудь рисуночек камеры или что-то еще. Также я видела в некоторых гайденсах европейских регуляторов такие ремарки, что видеонаблюдение ни в коем случае не может быть использовано для того, чтобы делать ремарки работнику относительно того, как он должен работать. То есть вы не можете просматривать на ежедневной основе и потом говорить слушай, а ты вот это не так сделал, а вот здесь ты плохо поступил, давай справляйся. Это встречается в гайденциях европейских органов. И безусловно доступ, ограничение доступа к материалам материалам она должна быть максимально зарегулирована и максимально внимательно относитесь к этому вопросу. На контрасте, что мы имеем с российской практикой, она здесь немножко такая неоднородная. Я вот вывела цитату из Московского Моргорсуда, что установка использования системы видеонаблюдения связана с обеспечением безопасности. И вроде бы тут можно поставить точку или опять же признать, что это законный интерес, или как-то порассуждать, посмотреть детали дела, но почему-то суд вывел, сделал некое следствие того, что это связано с безопасностью. Следствием является то, что почему-то это не является источником получения персональных данных. Еще одна цитата из российской практики. записи видеонаблюдения в помещениях в рабочее время не относятся к частной жизни, личной, семейной тайне, не являются персональными данными. Последняя часть этого предложения тоже не совсем понимает, не являются персональными данными, доступ к которым ограничен. Может быть, доступ к ним ограничен, а в данном случае он был неограничен, может быть, суд по этому посчитал, что это не надо защищать. В любом случае это стоит говорить о том, что для некоторых судов все, что происходит в рабочее время, это не относится к частной жизни, и это, опять же, прямо противоречит той формуле европейского суда по праву человека, что, приходя в наш рабочий кабинет, работники не оставляют свою частную жизнь за пределами кабинета и за пределами офиса. Есть более адекватная практика, и мне очень нравится это дело, это дело Серблодского суда, тоже старенькое, сравнительно свежее, и, собственно, суд очень конкретно, мне кажется, в нашей практике говорить об этих вопросах, и, собственно, выходит с некоторыми условиями, с некоторыми критериями. Видеонаблюдение возможно в конкретных заранее определенных правомерных целях, связанных с выполнением работников должностных обязанностей, работники поставлены в известность о таком видеонаблюдении, это увязано с правом на получение информации об условиях предактивности, для нашего правопорядка это логично. Такая известность должна быть, поставить известность в нашем случае означает, что надо ждать локально-драмативные акты и ознакомить подростки. Также здесь суд обращает внимание, что видеонаблюдение должно вестись открыто, тоже вполне отмечает европейскому подходу и отмечается необходимость наличия информационных табличек. Это единственный кейс, который я нашла, где действительно такой последовательностью обрисовывается этот подход и я призываю всех как минимум придерживаться этого. Дальше можно говорить о некоторых других делах по видеонаблюдению. Например, есть дело работника о спаре видеонаблюдения, потому что видеонаблюдение по налогу есть некое агрессивное некорректное отношение к другим работникам или клиентам. Работники это тоже о спаре следовали демонтировать камеры. И суд тоже сказал, что это нужно привязало к экстрелям обеспечения безопасности. И когда еще тоже очень мило, что работники в прошлом жаловались относительно сохранности их имущества и собственно видеонаблюдение в данном случае тоже служит обеспечению сохранности их имущества, поэтому сами просили получать видеонаблюдение. Коллеги, я, наверное, завершаю. Я, наверное, в конце хотела сказать, что если говорить о европейской практике, то нас ждет достаточно интересные дела относительно спаинга, мониторинга с работниками. Я думаю, что нам можно ожидать дела компании Чендем в Германии, германский офис. Может быть, кто-то читал, они были пойманы на том, что они агрегировали информацию о своих работниках очень личного характера, кто проводит каникулы, о работниках, родственниках и так далее. И, собственно, я думаю, в ближайшем будущем будет интересно посмотреть расследование начатое, будет интересно посмотреть, во что это выльется. Вот, если будут вопросы, я буду рада ответить. Да, Марин, спасибо большое за очень интересную презентацию, причем на различиях можно было даже понять, как сложно будет компания, которая попадает и под GDPR по 152 ФЗ все вот это выполнить. У нас есть один вопрос, это аудитория. Вот, ты упоминал про разъяснение ГИД, про геолокацию, спрашивают, где это можно найти. Вот, как у тебя будет свободное время, если не сложно, кинь тогда ссылку или, можешь сейчас так сориентировать. С моей стороны будет один уточняющий вопрос, скажи, пожалуйста, вот я неоднократно встречала, что некоторые компании осуществляют мониторинг рабочего времени работника. Вот, то есть это в целях не защита коммерческой тайны, как ты упоминала, да, что, к примеру, если мы не можем брать согласие, работник там отказывается на дачу согласия, то можно это закрыть законом КТ. А это именно с целью того, чтобы понять производимость и потом в дальнейшем рассчитать там бонус либо выплату. А если работодатель у себя внедряет такую процедуру, а работник не согласен, есть ли какие-то инструменты на то, чтобы повлиять на работника, либо тогда мы делаем исключение, этого работника не мониторим. Ну, тут на самом деле надо просто разобрать, как именно происходит, в чем этот мониторинг, то есть, если, например, это какие-то подключения, чтобы понимать, что человек там с 9 до 6 работает, я считаю, что в данном случае, на самом деле, если говорить о моей позиции, то я считаю, что мониторинг стандартный, не связанный ни с какой-то обработкой чувствительных данных, и мониторинг, который предполагает учет других факторов при принятии каких-то решений в отношении сотрудников, в принципе, концепция в таком случае должна идти не через согласие, а через действительно должное уведомление работника. Для меня вот этот элемент прозрачности и уведомление работника, причем уведомление качественного, как я говорила, мы не можем, наверное, уже даже в текущей реальности, несмотря на то, что есть эти неадекватные кейсы, где работник ссылается даже на практику европейского суда, мы все-таки не можем уже жить в этой реальности, в текущей реальности вот с такими вот непрозрачными, размытыми какими-то фразами по ВТР, потому что на самом деле это тоже интересная тема, может быть, мы ее в дальнейшем разобьем, но я думаю, что как и в Европе вот эта волна шла прежде всего от клиентских данных, и только, мне кажется, относительно недавно стали появляться эти исследования о том, что и работники пытаются заявить какой-то свой голос, так и у нас в России вот эта популярность темы персональных данных, она в том числе доходит до работников, и мне кажется, что больше и больше будет кейсов, где работники будут оспаривать увольнение, играясь вот с этими концепциями неприкосновенности частной жизни, и в принципе уже сейчас какие-то внутренние расследования, показывают, что раньше грозились каким-нибудь, я не знаю, некомплайенсом по охране труда, сейчас грозятся, я отзову ваше согласие, вы не можете привлекать внешних консультантов или что-то еще, поэтому, возвращаясь к вопросу, Кристина, я думаю, что нужно идти по пути прозрачности и качественного уведомления работника, но не зависеть от согласия работника. То есть получается, работодатель уведомляется у работника, если работник с чем-то не согласен, то есть поменяются по сути там, грубо говоря, условия труда, то он может поменять место работы, если не хочет, чтобы его данные собирались. Просто я веду к тому, что уведомление это все-таки информирование работника о том, что по факту вот это выполняется, то есть какой есть выбор у работника, либо его мониторит, либо он уходит, либо преподаватель обязан предоставить ПТКРФ какой-то альтернативный вариант. На самом деле по практике вы можете также в этих разъяснениях на государственной инспекции труда в некоторых увидите о том, что такую концепцию, что вы должны, что это изменение организационных и технологических условий труда, уведомить об этом за два месяца, внести все необходимые изменения в локальные и нервативные акты, а дальше действительно сценарий разворачивается таким образом, что если сотрудник не готов работать в этих изменившихся условиях, он в соответствующей статье ПТК увольняется. Если говорить о практике, по моему опыту я не знаю компании, которые бы шли по этому пути и вообще факт того, что это действительно организационные технологические изменения труда по трудовому законодательству, это очень спорный момент и я бы так не практиковала и я считаю, что если мы действительно взвесили законный интерес компании и проверили какие-то моменты связанные с возможной дискриминацией работника и действительно провели этот балансинг-тест, я считаю, что мы не должны зависеть от согласия, в данном случае работник как бы take it to leave it. Марина, спасибо еще раз большое, хорошего у тебя настроения и, соответственно, ждем тебя на нашей дискуссионной сессии и я передаю слово нашему следующему спикеру Алексею Монтиану с очередителю РППА. Пока Алексей принимает эстафету, я хочу осветить, мы сейчас запустим небольшой опросник на то, чтобы понять, кто сейчас с нами находится. Прошу проголосовать. Алексей, тебе слово. Да, Кристина, большое спасибо, но перед тем, как перенять эстафету и продолжить выступление, я бы хотел сделать два небольших анонса. Первое, учитывая большое количество вопросов в общем чате, видеозапись данного мероприятия будет выложена на сайте РППА, я надеюсь, что это будет сделано завтра, в любом случае, сутка на эту видеозапись, она будет на странице нашего сайта. И второй момент, сами презентации и моя презентация и презентация Марины, и другие материалы с конференции, они также будут доступны на нашем сайте, но только для участников РППА. Сейчас вы уже можете пройти на сайт, на странице конференции есть ссылка на PDF-файл, который будет доступен тем людям, которые являются участниками РППА и, соответственно, имеют зарегистрированный аккаунт на нашем сайте. Всем остальным, как бы у них есть следующая альтернатива, либо зарегистрироваться и стать участником РППА и таким образом оперативно получить презентацию, либо вы можете напрямую обратиться к спикерам, ко мне и к Марине, и мы с удовольствием, каждый поделится с вами своей презентацией. То есть у вас есть всегда право выбора под дальнейшим действием. Ну и, соответственно, возвращаясь к теме презентации, также приношу извинения за нежданное, негаданное изменение в нашей программе. На моем месте должна была быть девушка из Сбербанка, которая была, я уверен, очень интересная презентация, но, к сожалению, по независимем, ни от нее, ни от нас обстоятельствам, нам пришлось заменить это выступление и я сделаю небольшой доклад на тему видов соглашений о персональных данных в GDPR и 152 ФЗ. Здесь я, наверное, продолжу общую кангу, которую уже затронула Марина. Это то, что между нами очень серьезная разница в подходах и в принципе в культуре, в том числе договорной культуре, вот, и в отношении к самим соглашениям. И, собственно, первый момент, на котором я хотел бы акцентировать внимание, он лежит на поверхности, это, в принципе, разница в инструментарии, который доступен коллегам, которые находятся в стиле регулирования GTPR и тем, кто находится в 152 ФЗ. Если мы посмотрим, в принципе, на возможность урегулирования взаимоотношений между компаниями по поводу обработки защиты персональных данных, между компаниями и субъектами, внутри холдингов, между группами компаний, то, конечно, GTPR дает гораздо больше набор инструментов. Но, возвращаясь к самым простым и самым базовым документам, это соглашение, такая вот святая троица, если его можно назвать, это Data Processing Agreement, Data Transfer Agreement и Data Management Agreement. Первое соглашение, оно заключается, ну, будем использовать российские понятия, это между оператором и обработчиком, вот, в Европейском Союзе это будет Data Controller, Data Processing Agreement, соответственно, Data Processing Agreement также может покрывать отношения, которые касаются оператора-обработчика и суб-обработчиков, вот, это является достаточно частой историей. Второй документ, Data Transfer Agreement, это контроллер-то-контроллер agreement, то есть соглашение между двумя и более самостоятельными операторами персональных данных, где каждый из них сохраняет свою независимость, и, если у нас в Data Processing Agreement, основным или бы одним из предметов взаимодействия и, собственно, отношения между компаниями является вопрос, который касается обработки персональных данных, и, соответственно, эта деятельность должна быть возмездной по общему правилу, как и у нас, так и у них. Вот, Data Transfer Agreement, здесь обмен персональными данными между другими сторонами не является основным предметом их взаимоотношений, то есть, да, персональные данные, безусловно, нужно друг другу передать, допустим, персональные данные контактных лиц, персональные данные в итоге представлять подпись, да, под основным договором, но здесь это взаимодействие, как я говорил, подписанными данными не является основной задачей, то есть, если привести самый простой пример, допустим, если вы вызываете курьерскую службу и передаете курьерской службе контактные данные именно в таком минимальном объеме контактные данные грузополителя и грузополучателя, то ваше взаимодействие с курьерской службой как у компании клиента будет, собственно, регулироваться в рамках Data Transfer Agreement, который я вам советую все-таки иметь с данной курьерской службой, если у вас есть в ней какой-то корпоративный контракт. А если вы, допустим, курьерскую службу просите не просто забрать груз в точке А и доставить груз в точку Б, а, допустим, в точке Б находится физическое лицо, для которого это не груз, а ценный приз, и это лицо обязано уплатить НДФЛ с полученного ценного приза, и вы хотите делать как бы таким образом, чтобы это лицо дало расписку, о том, что оно уведомлено о том, что это является ценным призом, это является доходом, полученным в натуральной форме, и, соответственно, с него нужно самостоятельно уплатить налог. И когда курьерская служба, собственно, будет эту расписку собирать, проверять там, внесенные в нее персональные данные, а может быть даже будут сканировать этот документ и потом, собственно, загружать ее в вашу систему, то здесь, в этой части, именно эта процессинговая активность, она должна регулироваться именно Data Processing Agreement, то есть поручением на обработку персональных данных. Опять же, здесь самый важный момент это то, что в первом случае персональные данные не являются предметом взаимоотношений, вы не платите дополнительные деньги, грубо говоря, курьерской службе за то, чтобы были обработаны контактные данные грузопителя и грузополучателя, а во втором случае вы как раз на них налагаете отдельную процессинговую активность, которая, скорее всего, будет отдельно оплачиваться и которая является отдельным предметом интереса, по крайней мере, с вашей стороны, ну и с стороны курьерской службы тоже, потому что они, естественно, будут просить от вас дополнительную оплату. И Data Management Agreement это то, чего нам очень не хватает в России, это так называемое соглашение, которое урегулирует взаимодействие в форме Joint Controlership совместных операторов либо совместных Data Controlers, как это, собственно, звучит в GDPR. Это соглашение является одним, наверное, из наименее исследованных и чей потенциал только-только сейчас как бы встает в полный рост и очевиден с момента вступления в силу GDPR. Потому что, безусловно, данный концепт не был придуман при разработке текста GDPR. Собственно, такой концепт существовал и раньше. Но сейчас, собственно, как раз, исходя из судебной практики, все больше и больше компаний на него, особенно компаний, которые работают в Rampo Holding и их структур, все больше и больше на него обращают внимание. Если мы перенесемся в Россию, то Data Processing Agreement превращается в соглашение поручения обработки персональных данных по статье 6, это у нас часть 3, 4 и 5 ст. 6. Там дается некий минимальный набор требований, на самом деле требования к поручению на обработку персональных данных, чтобы там была перечислена цель обработки персональных данных, действие с персональными данными, общая обязанность обработчика обеспечивать официальность и безопасность обрабатываемых данных и требуется указать конкретный набор мер технической защиты персональных данных в соответствии с сетей 19. Все. Больше ничего там у нас по нашему закону не нужно. Если мы будем его выполнять влог, то это один абзац. Как бы все. По моему мнению, это абсолютно неадекватное требование, потому что, конечно, можно надеяться о том, что эссенция, то есть существует и обработка персональных данных можно вывести из основного договора. Опять же, как я говорил, поручение по общему правилу, оно должно сопровождаться некой возмездной сделкой, потому что обработка персональных данных это оказание услуг по обработке информации. Если мы берем, по крайней мере, взаимодействие между коммерческими компаниями, либо то взаимодействие, где есть определенный коммерческий интерес, естественно, это должен быть возмездный договор. Но, как бы у нас, к сожалению, вот, собственно, такая позиция закона. И в дополнение, что можно еще сказать, в том, что, как бы с поручением, если еще там более-менее понятно, то есть, нас Роскомнадзор примерно представляет, где это поручение нужно, хотя есть много спорных моментов, то дальше начинается уже приключение в той части, что соглашение о передаче персональных данных без поручения, это как раз, когда идет взаимодействие контроллер-то контроллер. Лично из моего опыта и опыта тех людей, с которыми я общался, это иногда бывает очень сложно объяснить Роскомнадзору, как так может быть, что нет поручения на обработку персональных данных, а есть просто передача без поручения. Вот. И у меня был опыт, когда я помогал коллегам, которые проходили приоритетные мероприятия, я им делился своими наработками, где я просто сравнивал, делал сравнительную правовую характеристику обоих договоров и показывал между ними разницу. И, собственно, вот эта небольшая аналитическая записка, вот, она этими коллегами потом классно стол Роскомнадзору, и они требовали, чтобы Роскомнадзор ее принял в качестве их пояснений, почему у них не везде есть поручения на обработку персональных данных, вот, а есть еще и передача без поручения. И могу сказать, что, в принципе, такая тактика, она в основном оборачивается успехом, потому что Роскомнадзор, видя, как бы, достаточно обоснованную как бы разницу между поручением на обработку специальных данных и соглашением о передаче без поручения, и видит, собственно, всю эту конду, он всегда оценивает как бы свои шансы, да, насколько это можно выиграть судье, можно, насколько их позиция будет четкая и так далее. И если следовать, скажем так, логике надзорного органа, то часто они без особого желания хотят вникать в эти детали, то есть они видят позицию, которая уже похожа на то, что вы сможете показать суде, они лишний раз там не пытаются с вами спорить и там иногда не очень как бы охотно, но тем не менее принимают. А соглашение о совместной обработке персональных данных, это, к сожалению, это вообще уже бьем, я думаю, как бы текущей практики в Российской Федерации. С одной стороны у нас есть одна очень несмелая ссылка и ремарка на эту тему в нашем законе о персональных данных, кстати, третий, когда оператор это лицо, которое самостоятельно либо совместно с другими лицами, как я, в принципе, выделил эту цитату, но по моему опыту я могу сказать, что это будет достаточно рисковый и смелый подход, если вы захотите урегулировать ваше взаимодействие с вашими, допустим, компаниями, афилиатами из холдинга либо еще в каких-то случаях с помощью такого соглашения, потому что здесь, особенно если мы ведем речь о территориальных управлениях Роскомнадзора за пределами ЦФО, вы попадаете в зону большого риска и коллеги просто могут как бы не воспринять эту позицию. И, собственно, просто вот по сравнению это слайд с моего предыдущего выступления на GDPR Day, вот, он просто показывает, да, то есть, с одной стороны, то, что у нас происходит в Европе, то есть, достаточно большой и богатый выбор инструментария, и вы можете выбрать совершенно разные пути взаимодействия со своими контрагентами. И, ну, одно из наиболее, как бы, частых и используемых, это, конечно, Data Transfer Agreement, Controller to Controller, вот, сейчас, как я говорил, все более-более популярно становится Data Management Agreement, но вот Binding Corporate Rules, да, как бы для контроллера и Binding Corporate Rules для процессора, это, скажем так, отдельная головная боль, сейчас не буду на ней останавливаться, но такого рода соглашения, которые носят, в первую очередь, корпоративный характер, ну, это, скажем так, путь для смелых и богатых компаний, у которых есть достаточно много времени и денег и желания, собственно, пройти его. Я считаю, что, в принципе, если мы говорим о договорной работе с точки зрения экспорта данных из Европы в Россию, в рамках выходной холдинговой структуры, Data Management Agreement является вполне хорошей альтернативой для большинства этих кейсов. И отдельный момент, на который я хотел бы обратить внимание, это Subject Privacy Adendum. Это то, что прямо не указано ни в GDPR, ни в нашем законе, вот о персональных данных тем более, но это та оговорка, которую бы я советовал бы включать в договоры со всеми физическими лицами, безотносительно, какой, собственно, бэкграунд вашей договорной деятельности с ними существует. То есть идет речь, как и о договорах, имеющих все-таки гражданско-правой характер, когда, допустим, физическое лицо либо в статусе индивидуального предпринимателя, либо просто в статусе физика оказывает вам какие-либо услуги, либо вы ему какие-то услуги оказываете. Здесь в любом случае это взаимодействие будет связано с обработкой персональных данных. Отдельная тема и отдельная головная боль это договоры, которые касаются потребительских взаимоотношений, у нас есть закон о защите права потребителей и, кстати, Роспотребнадзор, он достаточно активен на этой ниве, то есть он достаточно много и активно судится с компаниями, которые пытаются через какие-либо потребительские взаимодействия, через потребительские соглашения навязать субъекту персональных данных какую-то обработку персональных данных, которая непосредственно не связана с предметом взаимоотношений. Ну, допустим, во-первых, они пытаются эти компании включить в договор согласия на обработку персональных данных, что для GDPR является ну, вообще полным серьезным нарушением и полной чушью, когда мы пытаемся два правых основания объединить в одно. Естественно, сразу же будет первый же комментарий, что такое согласие является экспрессивным и не является свободным с точки зрения воли выражения субъекта персональных данных. В нашей стране это скорее правило, когда компания явно либо в неявном виде пытается включать в договор те или иные условия согласия на обработку персональных данных, причем часто эти условия могут восприниматься как кабальные, то есть, допустим, когда компания таким образом пытается легитимизировать маркетинговую коммуникацию в адрес субъекта персональных данных, это очень частая история в банках, это очень частая история у операторов связи, то есть, таких историй, в принципе, достаточно много. И также очень важно понимать, это, собственно, вашу роль в договорных отношениях. В Европе есть очень хороший гайдлайн от European Data Protection Supervisor, вот, собственно, это соглашение, это гайдлайн, он касается как раз определения роли сторон в договорном взаимодействии, то есть, он должен позволить путем бинарных ответов на простые вопросы составить себе представление, кем вы являетесь, контроллером, процессором, джоинт контроллером, субпроцессором. И в завершении, там буквально очень быстро несколько слайдов, то есть, те, скажем так, договоры, те темплейты, которые бы я бы вам посоветовал взять в себе во внимание, то есть, вы, конечно, можете их не использовать, хотя бы просто их почитайте, может быть, что-то интересное для себя найдете. Первое, это Data Transfer Agreement как базовый способ построения отношений между контроллерами, операторами. Вот внизу вы можете видеть ссылку на этот темплейт, по которому можете пройти и скачать, собственно, вордовскую версию. Этот темплейт, он сделан в том числе для Европейского Союза, но в первую очередь, он, конечно, применим к Российской Федерации, хотя там включено положение SCC. Если вас, допустим, контроллер нет, находится на территории Европейского Союза, и вы еще не начали никаких процессинговых активностей, а просто начинаете там вести переговоры. То есть, заключение детей, оно необходимо, не когда вы уже договор заключили, а еще на самой-самой ранней стадии преддоговорной работы, когда вы только начали вести, собственно, договорное взаимодействие. Второе, это Data Processing Agreement. Это, безусловно, сейчас является каким-то сообразным королем среди договоров, потому что они встречаются очень часто, и многие люди, которые даже не сведущие опросы в правесе, они, по крайней мере, слышали, что есть у вас такие, такого рода, собственно, инструменты договорной работы. И здесь я вам предлагаю к вашему вниманию опять же два типовых проекта DPA. Слева вы видите проект DPA, который, в принципе, может быть применим для Российской Федерации. Справа, пример GDPR DPA, который применим для взаимодействия с резидентами Европейского Союза и внутри Европейского Союза, с инкопорированным в нем SCC, который касается взаимодействия контроля автопроцессора. Ну, хотя, конечно, сами SCC, которые там есть, но, скажем так, они достаточно уже устаревшие. То есть, они сейчас, то, что есть в Европе, эти SCC требуют существенной переработки. Data Management Agreement как оптимальный способ регулирования оборота данных в холдинге. Опять же, все желающие потом могут почитать собственно основные плюшки, которые вам может дать такого рода соглашение внутри холдинга. я не стал готовить какой-то отдельный темплейт, который вы можете использовать, но вот есть достаточно неплохой темплейт коллег из Нидерландов. Это Ассоциация научных исследовательских организаций. У них этот темплейт выложен на сайте для общего доступа. Можете его взять за основу, почитать, что, в принципе, у них там написано. Он достаточно простой, понятный и сделан на хорошем английском языке, чем он, в принципе, мне и понравился. Ну и в завершении это, собственно, Subject Privacy Ademptum. Это как раз те договорные условия, которые касаются обработки персональных данных и то, что я советую включать в договор с субъектами персональных данных. Опять же, это является общим темплейтом, то есть надо смотреть каждую конкретную ситуацию, определенные вещи здесь отсутствуют, но я, опять же, не хочу навязывать свое мнение, свое видение подобного рода оговорок, но, тем не менее, я вас призываю собственно, в принципе, рассматривать необходимость включения отдельного раздела в договор субъектом персональных данных, который будет касаться обработки его или ее персональных данных при взаимодействии с вами, потому что общая фраза о том, что обработка персональных данных, которая сфеляется для исполнения контракта с субъектом, она не требует иных правовых оснований, это все, конечно, прекрасно и хорошо, но ваш интерес, допустим, как ДПО, либо как человек, который в компании будет отвечать за правеси, это в том, чтобы субъект, во-первых, понимал, какие права у него есть, и второй момент, это, соответственно, чтобы вы понимали область, собственно, вашей процессинговой активности, которая вам дозволена по договору. На этом, коллеги, все, большое вам спасибо за внимание, если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Алексей, спасибо тебе большое за разъяснение, как обычно, очень детально, и твою презентацию можно использовать как настольную книгу, на самом деле, есть уже вопросы, могу зачитать, параллельно можешь открыть секцию, спрашивает Рустам, можно ли где-то подробнее почитать, или, возможно, даже оригинал, упомянутую аналитическую записку, расписывающую разницу между соглашением поручений и передачей. Она есть у нас на сайте РППА, вот, она, хотя было мной написано еще в 16-м году или в 17-м, точно не помню, но ссылку я на нее поделюсь, она пока что еще актуальна для нас. Спасибо. И следующий вопрос, Алексей, как вы относитесь к обработке персональных данных рекламными сервисами в рамках Yoak Campaign, когда рекламодатель передает данные своих текущих пользователей, чтобы исключить их, а также улучшить рекламную кампанию? Считаете ли, что в этом случае рекламный сервис и рекламодатель будут выступать только независимыми контролерами, либо все-таки относительно обработки указанных данных рекламный сервис также будет выступать процессорам для рекламодателя? Внимание, ответ. На самом деле, вопрос очень обширный, его как бы дана некая ситуация, да, сервисическая. Если мы посмотрим на европейскую практику, то там могут быть варианты. То есть, здесь с точки зрения, допустим, взаимоотношений нужно оценить, какие договорные отношения сейчас собственно связывают обе стороны, которые были упомянуты. И вполне может быть, что здесь будет применим как раз джоинт контроллер шип. Но приведу пример, допустим, в Болгарии, это был один из первых кейсов, когда болгарская дочка банка Юникредит решила сделать такой небольшой джоинт-венчур с маркетинговой организацией и сделать некую такую маркетинговую компанию, которая должна была привлечь внимание к продуктам банка и с другой стороны позволить маркетинговой компании расширить свою базу данных для дальнейших маркетинговых активностей. И в этой ситуации как раз болгарский надзорный орган вполне резонно принял решение о том, что данное отношение является джоинт-контроллер шипом, потому что хоть и цели могут разниться, а именно свои собственные, но тем не менее это единый процесс, все идет за счет банка, а маркетинговая компания она в этот процесс собственно предлагает и инвестирует в свои знания, в свои имения, в свои навыки. Но если мы, допустим, говорим о России, то джоинт-контроллер шип здесь, к сожалению, это было бы вряд ли хорошее правооснование для регулирования обработки персональных данных. Если это был бы Роскомнатор, скорее всего, он бы сразу это оценивал как поручение на обработку персональных данных. Я бы, на самом деле, опять же, посмотрел бы как договорные отношения расписаны, то есть кто кому что должен и вполне при определенном как бы желании, да, и при наличии определенных формировок в договоре можно было выйти на контроллер-то контроллер как бы агримент. Но здесь, опять же, повторюсь, не могу дать четкий определенный ответ, потому что нужно смотреть конкретные договорные условия между сторонами. Алексей, спасибо за ответ. Я приглашаю всех участников дискуссионной сессии подключиться. Пока вы подключаетесь, мы с Алексеем вас правильно представим. То есть у нас в дискуссии по различиям 152 ФЗ и GDPR примут участие следующие именитые эксперты. Это Илья Пекулин, DPO из компании Navartis. Илья очень часто выступает и является участником также РППА. Спасибо, Илья, что принял участие сегодня. Вадим Перевалов, представитель компании McKinsey. Вадим, так серьезно выглядишь, что я немножко страшовалась. Синяюсь. Очень на самом деле просто необычно видеть. Прошу прощения. Вадим впервые выступает на нашем мероприятии. Спасибо большое, что принял участие. Очень известный человек. Участвует практически во всех мероприятиях, которые с Комназор проводит, экспертных группах. Вадим вот это именно кладезь знаний, скажем так, по 152 ФЗ и GDPR. Марина Юфа, представитель некой финансовой структуры, которая рассказала нам презентацию про мониторинг работников. Также здесь мой коллега, учредитель РПП Алексей Мунтьянович. Презентацию вы сегодня слушали. И Андрей Алексеев, менеджер компании КПМГ, специалист по 152 ФЗ. И Андрей Прозоров, который очень активно отвечал в чате. Андрей, спасибо тебе большое. Я думаю, что ты много полезной информации сейчас коллегам передал. Андрей также не нуждается в дополнительном представлении. Скажу, что является на настоящий момент DPO крупной организации, находится сейчас за границей. Я не DPO, Кристиан, я Security Methodology Manager. Я там совмещаю разоруженность, у меня нет формального статуса DPO. Понятно. Спасибо за уточнение. Я всегда DPO считал. У Андрея также есть свой персональный блог, который он ссылку давал в чате, так что можете зайти посмотреть. И я надеюсь, я всех представила. Потому что сегодня столько много участников замечательно. И я передаю слово нашему модератору Алексею. Алексей, начинаем. Да, спасибо, Кристина. Итак, я предлагаю начать в первую очередь, собственно, с очень животрепещущего, наверное, вопроса. Это правое основание на обработку персональных данных. И здесь как раз у нас это тоже один из маркеров различия между российским и европейским подходом. Это законный интерес или согласие. Как выбрать правовое основание и не навредить законным интересам субъектов персональных данных. Я думаю, что все наши участники панельной дискуссии у всех есть свое мнение. Скорее всего, во многом это мнение совпадает. Но, тем не менее, давайте собственно, начнем с тех участников панельной дискуссии, которые у нас еще не выступали. И я бы предложил кого-то себя выдвинуть в качестве желающего. Можно поднять руку, если вы хотите данный вопрос осветить. И здесь, наверное, основной момент, который был бы интересен всем слушателям, это, как вы считаете, в принципе, законный интерес является ли хоть какой-то удобоваримой альтернативой для России на текущий момент. Либо, как говорится, оставь надежду всяк сюда входящий и законный интерес для российских компаний в принципе вообще является терроринкогнито и опасной землей с точки зрения именно взаимодействия с Роскомнадзором. И по аналогии мы прекрасно понимаем, что законный интерес является достаточно активно выбираемым правовым основанием в Европейском Союзе. Да, есть подводные камни и на самом деле уже складывается мнение, что законный интерес хоть является достаточно, знаете, из-за тавтологии интересным правовым основанием в некоторых аспектах, явным, но тем не менее, собственно, проведение ассессмента законного интереса, в том числе балансировочного теста, не всем компаниям по зубам, потому что здесь нужно действительно хорошо понимать, что ты делаешь, в чем заключается законный интерес, в чем заключается как раз ожидание субъекта персональных данных. И, коллеги, кто-нибудь хочет выступить? Может быть, Андрей? Ну, я могу, да. Опять-таки, я работаю непосредственно в компании во внутренней безопасности, в том числе вопросы проявились, и там частично лежат на нас. Я нахожусь в Европе, у нас часть офисов есть в России, поэтому как бы я работаю в таком трехстороннем правовом поле. Соответственно, у меня есть часть российского законодательства, у меня часть есть европейского законодательства, потому что я нахожусь в Финляндии, ну, соответственно, финское законодательство в том числе, поэтому как бы я вот так вот со всех сторон этой штукой окружен и работы. Значит, с законом интересом штука вообще достаточно интересная. Вообще в России, на мой взгляд, практически не применяется. Темы единичные. Стандартный способ — это согласие, которое пихается куда угодно, когда он нужно, когда не нужно. Это прям стандартная история. Я об этом рассказывал на предыдущей встрече РППА. Как раз-таки проведу презентацию про сравнение 152 ФЗ и GDPR. Ну, самая либо стандартная вещь — это, конечно же, контрактные обязательства, либо требования со стороны регуляторов, надзорных органов и так далее. В Европе же наоборот. У меня здесь согласие вообще не используется никак нигде. С согласием очень много проблем. С ним есть большие проблемы в Европе. К ним есть слишком много требований. В частности, одна большая проблема у согласия, что оно в любой момент может быть отозвано. Как бы субъект может сказать, что нет, я вам согласие могу не дать, и мы обязаны продолжить с ним работу. Например, контракт — это обязательство по согласию. И есть еще забавный момент. Достаточно много практики именно по штрафам, когда компании наказывают за то, что они забрали согласие на обработку тех или иных персональных данных. При этом субъект персональных данных в Европе есть такой термин vulnerable person. То есть субъекты, которые являются как бы некими зависимыми от обработчика данных. К таким, например, относятся все работники. То есть, например, когда работодатель говорит, вы дайте мне согласие, работнику сложно ему отказать, работодателю. И в Европе такие кейсы рассматриваются, что как бы у работника было как бы меньше возможностей отказать, и как бы его согласие, возможно, как бы не является таким, как бы, волеизъявлением правильным. И как бы и в ряде случаев, например, вот был замечательный кейс там и с консультантами и большой четверки, когда Назурный орган признал, что согласие было нелегитимным, как бы субъектом персональных данных его дали как бы под гнетом, под тяжестью требований своего работодателя. Вот это большая проблема. Вот, в то же время законный интерес используется достаточно активно, штука крайне удачная. Особенно много я гоняю через законный интерес вопросы, связанные с security, когда я внедряю новые security-инструменты. Ну, например, сейчас вот мы внедряем CM-систему новую, и мы, соответственно, ее оформляем как основание для обработки законный интерес. Чуть позднее у меня планируется как бы там большое внедрение, развертывание систем видеонаблюдения там на нашем объекте, и мы тоже будем гонять их через законный интерес, как основное право применительную практику. И как бы вот для безопасников как бы законный интерес в Европе это вот прям вот самая главная штука, как бы большинство процессов, большинство новых технологий по информационной безопасности, но я безопасник, как бы гоняется через законный интерес. Законным интересом есть один большой минус, который вы упомянули. Это такая как бы небольшая сносочка, которую мало кто знает, кто там, по крайней мере, с GDPR знаком, как бы не сильно глубоко. Это необходимо проводить балансировочный тест, что условно, что права субъекта персональных данных там не нарушат, что как бы там у работодателя прав не получается больше, и как бы вот мы там его там не дожимаем. Ну, например, если я говорю про мониторинг сотрудников. Я как бы на своей практике использую балансировочный тест как часть DPA. То есть я как бы новый процесс, новой технологии гоняю вот через assessment и как бы у меня там есть отдельное положение, которое оценивает именно необходимости, как бы вот баланс интересов между там различными, ну, допустим, субъектами персональных данных, там, допустим, работодателем. Это как бы как часть моей там стандартной формы DPA, которую там мы разработали для себя. Ну, работодат как бы достаточно удобно, достаточно хорошо. Там, по сути дела, надо ответить на вопрос, типа, а точно ли нам это надо вот как бы внедрить? А что будет, если мы это внедрить не будем? И, допустим, а почему мы не можем там использовать что-то другое вместо этого, которое бы там, не зло, там собирало бы меньше персональных данных, там меньше влияло бы на прайвесе? Вот на такие вопросы надо достаточно серьезно отвечать. Вот, соответственно, как бы подытожу, как бы в Европе законный интерес классный, достаточно интересная штука. С ней надо уметь работать. Как бы я ее гоняю через DPA. Кто-то делает отдельные отчеты, ну, я как бы не видел, не могу поделиться адекватными рекомендациями по этому поводу. К сожалению, не встречал на своей практике. В России законный интерес, на мой взгляд, работает не сильно, хотя как бы реально кейсы есть, но скорее гоняют через согласие, которое приходит куда угодно. Ну, плюс стандартная форма, это как бы контракт либо требования как бы надзорных органов, там, законодательства и так далее. Вот так есть. Большое спасибо. У нас еще здесь есть представители, коллег как раз, которые занимаются консалтингом. Это Вадим и еще один Андрей. Может быть, у вас в вашей практике были случаи, когда, допустим, законный интерес именно Кринцон Рашен Сойл показывал свою эффективность и действительно был удлиняющим инструментом для регулирования обработки персональных данных. Андрей, как? Добрый вечер. Да, тогда, если не против, начну. Хотел бы дополнить Андрея, что действительно в России применение законного интереса не распространено и, возможно, в этом есть вина непосредственно операторов персональных данных, потому что они не используют такое правовое основание. Вина Роскомнадзора, который не рассказал, что это возможности можно пользоваться. Да, вот как продолжение, те первопароходцы, которые начнут использовать активно это правовое основание, скорее всего, столкнутся с тем, что им придется объяснять и доказывать Роскомнадзору, насколько данное правовое основание было легитимно. Плюс, хоть в России нет требования, что мы должны проводить какую-то оценку, не нарушаются ли при этом права и свобода субъекта, если мы используем законный интерес как правовое основание. При этом все равно в тексте есть приусловие, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных. И здесь, мне кажется, больше плюсов именно для оператора персональных данных, потому что, по идее, на мой взгляд, юрист, думаю, юристы поправят. Но в данном случае бремя доказывания, что права и свободы субъекта были нарушены, лягут непосредственно на субъект. Что касается практики, классический кейс это пропускной режим. По-разному компании его оформляют. Некоторые действительно просят заполнить, подписать классическое согласие в письменной форме. Другие организации считают, раз субъект дал свой паспорт, значит, он согласился с тем, что его персональные данные будут обрабатываться. Но вот интересный кейс, который у меня столкнулся, в организации все было описано следующим образом. Это была компания, которая владела огромной территорией, на которой раньше располагался завод, и они сдавали эти помещения различным организациям. На улице, соответственно, был размещен вход, КПП, и там брали паспорт посетителей, сканировали его. При этом цель обработки была направлена на то, чтобы обеспечить возврат этих магнитных пропусков, поэтому там и сроки соответствовали обработке, это было не более суток где-то. и в случае, если субъект отказывался давать паспорт, там в лучших традициях GTPR все равно он мог зайти, потому что оставалась опция, что его мог встретить представитель той компании, в которой он направляется, и, соответственно, ему не нужно было давать свой паспорт. Поэтому этот кейс для меня такой показательный, что действительно законный интерес можно использовать. Единственное, что, скорее всего, придется с регулятором пообщаться и объяснить, что имелось в виду и почему это легитимно. Да, Андрей, большое спасибо. Я, наверное, несу еще одно дополнение, как это можно сделать. То есть некоторые компании еще и предлагают всем посетителям пройти инструктаж по охране труда и безопасности нахождения на территории. Соответственно, этот инструктаж будет вестись в том числе под подпись человека о прохождении инструктажа и в журнале инструктажей внизу можно увидеть мелким шрифтом определенный текст, который касается как раз обработки персональных данных. У нас Вадим еще, я так понимаю, хотел выступить и Илья Апикулин. Я думаю, также продолжит эту тему. Кто готов быть первым? Коллеги, да, хотел бы поделиться опытом. Я на самом деле тему законного интереса давно атакую с разных краев. Я, как тут недавно объявлял господин Кантемиров, пытаюсь продавить через Роскомнадзор методические рекомендации по законному интересу, адаптированные под Россию. У нас было уже несколько итераций, каждый раз наши героические потуги встречали либо внутреннее сопротивление других участников консультативного совета, либо непонимание со стороны Роскомнадзора, поэтому я вот хорошо знаю некоторые негативные подходы регулятора. Мы пока пытаемся найти что-то, на что они посмотрят положительно, потому что они считают, что, конечно, нужно, конечно, надо вводить, но только вот все не то, давайте вот что-нибудь такое пожестче. Соу-фар удается обойти стороной тему балансировочного интереса, потому что, как только мы начнем доказывать территориальным органам Роскомнадзора, что у нас что-то правильно сбалансировано, на этом законный интерес закончится. Вот. Но из мыслей вслух по результатам там нескольких раундов анализа, очень страшное слово в нашем законе про законный интерес, это обработка необходима для осуществления прав и законных интересов оператора. Вот это вот необходимо может получить совершенно европейское толкование, а докажите мне, что вам это было необходимо. Вы же можете без этого жить, жили как-то до этого, а тут оно вам стало необходимо. Мне кажется, вам просто удобно, скажет Роскомнадзор. И будет, наверное, прав, потому что в большинстве случаев без обработки персональных данных можно обойтись или делать это неавтоматизированно, или подписывать согласие и так далее. Но мы с вами понимаем, что это неудобно долго и вообще. Как сказать, как сейчас это выглядит в Роскомнадзоре? У меня было несколько героических попыток на проверках протащить законный интерес, например, описывая правовые основания обработки той или иной информации, особенно когда согласия вовремя полученной не было и не было возможности его получить. Роскомнадзор делает вид, что этого нету. То есть вы ему говорите, а у меня законный интерес, а он вам пишет предписание. Оспаривать, к сожалению, клиенты в суд не горели желанием, им проще было удалить данные или получить эти согласия, но негативный опыт общения с ЦФО, например, у меня лично есть, и это пока грустно. Поэтому до тех пор, пока кто-то не будет готов отстаивать эту позицию в суде или пока у нас не будет чего-то типа методических рекомендаций, тема с законным интересом немножко хромает. Но на самом деле все не совсем грустно. У нас, если покопаться в судебной практике, есть, ну, как минимум, три позитивных истории, когда суды вставали, значит, на сторону обратившегося лица и говорили, что да, законный интерес есть. Один кейс как раз про пропускной режим, правда, в здании Верховного суда. Там приставы сканировали паспорта, вот, вся эта тема была предметом анализа, и суды сказали, что действительно, там, обеспечение безопасности это общественно значимая цель, и так делать можно, тем более, что если вы не хотите, чтобы ваш паспорт сканировали, можно было там дать занести его вручную в журнал. И аж на апелляционное решение Московского городского суда подтвердило, что Верховный суд на этом основании передавать данные можно. Еще одна история, о которой я хотел поделиться, она еще более интересная. банк получил в собственность жилой дом с жилым участком вместе с людьми, которые там живут. И пошел в миграционную службу, говорит, дайте мне, пожалуйста, реквизиты этих людей, потому что я хочу их оттуда выселить. Мне этот дом, как бы, с жильцами не очень нужен. Я вот имею право предъявить им требования о выселении. Миграционная служба сказала, это персональные данные, мы вам не дадим. Банк пошел обжаловать суд и говорит, у меня есть законный интерес, чтобы знать, кто эти люди, и обратиться в суд с требованием. Все это прошло три инстанции. Дело происходило в Северо-Кавказском федеральном округе. У нас есть теперь прекрасное решение, где суд говорит, ну, действительно, есть такой законный интерес в выселении жильцов, достоин защиты, обязать миграционную службу предоставить персональные данные жильцов банка. Но это очень единичный кейс, он 2015 года, и, к сожалению, с тех пор у нас особо позитивной судебной практики не пребывал. Поэтому, если у вас есть какие-то темы, связанные с законным интересом, вы знаете, какие-то success stories, буду очень рад обсудить после мероприятия. Честно, их коллекционирую и буду очень благодарен. И мест у тебя еще много для этой коллекции, так понимаю, учитывая малое количество success stories. У меня, коллеги, проблема-то с законным интересом не в том, что его плохо применяют, а в том, что в России везде пихают согласие, и самое главное, что надзорный орган, который должен был бы проверять, насколько правильно вообще согласие используется, можно ли его использовать, правильно ли оно собрано, не ущемленные субъекты, там, права субъектов персональных данных при сборе согласия, он, как бы, абсолютно бездействует. И, то есть, как бы, как оператору в России проще собрать согласие на все, которое там будет нелегитимно, допустим, с европейской, с классической точки зрения правильности, проще собрать согласие, чем нежели там заморачиваться с другими правовыми основаниями для обработки. То есть, проблема даже не в том, что законный интерес плохо работает в России, а то, что согласие работает неправильно. Ну, оно работает неправильно, оно применяется не там, где нужно, и самое печальное, что если даже компания пытается основывать свою позицию на законном интересе, то, чего нам не хватает, и то, что предусмотрено, собственно, с точки зрения GDPR, это действительно, вот, собственно, трехфазное управление, трехфазное упражнение с балансировочным тестом в качестве третьей фазы, вот, хотя бы это нужно уже готовить, как бы, то есть, если, опять же, вот мой опыт, о чем он говорит, когда можно получить саксэсторию, когда вы, как бы, следуете стратегии душить в объятиях, то есть, когда вы Роскомнадзору не просто доводите свою позицию, мы считаем, что это наш законный интерес, и мы считаем, что наш законный интерес, здесь он, как бы, используется для обработки необходимой для нас, да, персональных данных, и, во-вторых, он не нарушает права субъекта. Сразу вопрос, а ты докажи это, то есть, здесь, к сожалению, для компаний в России нужно не только опираться на эту позицию, а нужно еще и доказывать, то есть, это время доказывания, да, собственно, наличие правооснования будет лежать не на Роскомнадзоре, если, здесь, я думаю, Илья еще будет что-то сказать, да, Илья? Да, на самом деле, всем привет, вот, я хотел бы обратиться к специфике моей компании, то есть, Novartis Pharma, но перед этим, я вот, сразу, когда заходит речь об этом вопросе, мне вспоминается лекция, которую я слышал, когда готовился к сертификации CPP, и вот слайд, который как раз-таки был, описывал возможные законные способы обработки персональных данных, он был построен следующим образом, то есть, это была многополосная дорога, вот, и каждая полоса этой дороги, она отвечала за определенные, скажем так, как определенные основания для обработки, то есть, там, legitimate interest, использование для достижения, там, результатов взаимодействия по контракту и так далее, и вот лектор тогда сказал, вот, как бы, вот это все хорошо, а согласие, это обочина, то есть, туда можно выехать, только если вот совсем перекрыта дорога, наверное, у вас получится объехать, но потом, возможно, придется доказывать, как бы, а точно ли можно было выезжать, и точно ли бы было все перекрыто, вот, это, ну, как изначально было заложено в GDPR, и, к сожалению, как это не очень работает, как мы уже услышали в России, а конкретный пример я бы хотел привести, вот именно связанный с спецификой нашей компании, в отношении клинических исследований, вот, потому что в Европе это огромная головная боль, мы пытаемся уйти, соответственно, от согласия, потому что, вот, в GDPR, все дела, то есть, обработка персональных данных пациентов, участвующих в клиническом исследовании, плюс повторная обработка, там, так называемая, secondary use данных для, там, других целей, то есть, не прямо для того, чтобы протестировать конкретный аппарат, препарат, простите, но и, там, для того, чтобы в дальнейшем результаты исследований использовать, например, как в ситуации с COVID, то есть, мы, как глобальная компания, пересматривали, там, огромное, как бы, огромное количество данных по уже прошедшим клиническим исследованиям, по имеющимся препаратам, в поисках чего-нибудь, что может использоваться в позитивном аспекте именно в лечении COVID. Вот, и, соответственно, здесь согласие, по мнению европейских государственных органов, большинства, опять же, не всех, но большинства, это как раз-таки лишний элемент, это элемент, угрожающий, в принципе, проведению и обработке результатов клинических исследований, потому что, ну, как уже сказали, согласие могут это звать, согласие могут опротестовать, потому что, ну, человек не может не дать согласия участвовать в клиническом исследовании, потому что, ну, иначе он не будет участвовать в клиническом исследовании, это такая ловушка, вот, и, соответственно, вот наши глобальные коллеги собирали со всех стран, информация о том, есть ли жительный интерст или нет, и, конечно, они удивились, что у нас, увидели, удивились моему ответу, что у нас законодательство есть, но опираться на него мы не можем. здесь, как бы, наверное, очень хочется, но очень страшно, вот, потому что, и одно дело, там, попытаться попытаться с Сорскому назору насчет обработки данных для обеспечения пропускного режима, другое дело, когда на кон уже поставят результаты клинических исследований, спонсорами которых мы являемся. Вот, соответственно, это большая головная боль, но, что интересно, то есть, опять же, хоть, вот уже сказали, что в Европе джидитинг и тентерст, это все-таки очень такая разумная история, но во многих европейских странах все равно наши глобальные коллеги не могут договориться с локальными государственными органами на эту тему, потому что я не буду называть страны, но во многих, в том числе, европейских странах все равно есть большое желание у государственных органов увидеть согласие на обработку персональных данных и не оперировать законным интересам как основанием для обработки. Можно маленький вопрос, Илье, раз пошел такой обзор международного опыта, я просто в свое время перелопатил, наверное, статуту 30 или 40 государств в поисках чего-то похожего на законные интересы обнаружил, что за пределами Европейского Союза это очень непопулярная тема. А где-нибудь еще этот вариант хорошо прижился или нет? По моим сведениям, к сожалению, нет. По крайней мере, вот в реальных, в решении реальных задач мы идем, скажем так, в эту сторону, мы стараемся в том числе с государственными органами других стран как бы на глобальном уровне пытаться договариваться, обсуждать наши позиции, доносить, безусловно, и в той или иной мере пытаться аргументировать то, что это, скажем так, правильно используется законный интерес, но овы. Я здесь, с моей стороны, могу сказать, что, наверное, основную опасность, которую видят в законном интересе, то, что эта норма будет являться резиновой. То есть я буду пытаться натягивать как салон на глобус при любой удобной, неудобной ситуации. И в том случае, если на рынке какой-то конкретной отрасли отсутствует общая права и культура, да, и понимание границ, да, за которые лучше там не переступать, то, естественно, во многих странах как бы опасаются, да, то есть, допустим, если мы возьмем, допустим, страны Азии, Владимирской Америки, даже, на самом деле, все штаты Америки, где есть примат как бы выгоды, да, и коммерческой эффективности, которая как бы необходима всем, то в данной ситуации, конечно, мы не увидим желания государства идти по этому пути и давать возможность использовать законный интерес в качестве правооснования для работы профессиональных данных. Ну и плюс, одному, мои коллеги будут смотреть на европейский опыт, как всегда, то есть GDPR здесь является таким, собственно, законодателем мод вот в определенном случае. Коллеги, следующий вопрос. Да, Видишь, Алексей, GDPR там как бы не законодатель мод, как бы сама идея законного интереса она пришла еще раньше, из прошлой директивы, насколько мне не изменяет память, она как бы поэтому-то и появилась в нашем 152-м федеральном законе. Да просто в России она вот за эти годы не прижилась в этом как бы проблема. Ну, я отчасти согласен, то есть действительно у нас не прижилась сила определенного низкого уровня правовой культуры. GDPR, здесь я имею в виду не то, что законно интересного пришелся GDPR, просто GDPR было определенным громким событием в мире правести глобально, да, и если евродиректива, которая не имела непосредственно юридической силой на территории стран Европейского Союза, еще не воспринималась как реальный зрелый нормативно правый акт, который реально может повлиять на, допустим, работу глобальных холдингов, да, международных корпораций, в том числе в Европейском Союзе, тот же GDPR сейчас так уже воспринимается однозначно, и, кстати, вот пару недель назад на китайском, всекитайском съезде народных депутатов и представителей, как раз один из, если я правильно помню, заместителей как бы спикера как раз вот собственно этого органа, он прямо заявил, что Китай пойдет по пути GDPR, и что не только теперь европейцы будут через свои нормативные практики, репрессы, регулировать доступ на свой рынок, но и Китай также будет поступать. Вот, поэтому как бы на этой ноте на самом деле, ну, опять же, у нас есть следующая тема, это договоры, да, различия с точки зрения договорных обязательств для ролей операторов, обработчиков, там, совместных операторов, вот, если у вас, коллеги, допустим, есть какой-то опыт, ну, может, вы сможете поделиться, вот, что мне всегда интересует, это, допустим, как вы видите, какой опыт, допустим, холдинговой структуры могут извлечь из тех инструментов, которые дают, собственно, в Европейском Союзе, то, что происходит в России. Вот, допустим, у нас часто бывает ситуация, когда международные холдинги имеют свои дочки представительство филиала на территории России, вот, и известны ли вам, к примеру, случаи, да, когда экспорт данных в Россию шел, как бы, в рамках требований BCR, вот, либо в рамках, допустим, data management agreement, либо других соглашений о joint control ship, и как на такие, собственно, договорные основания для экспорта и импорта данных на территорию России и из территории России реагировали, собственно, российские компании, потому что небольшая затравка, у меня, допустим, был опыт, не будем называть компанию, которая рассматривает для себя как раз возможность, да, вступить в фреймворк BCR, вот, но, тем не менее, как бы, в определенном аспекте это может по ее мнению, да, повречь к тому, что эта компания должна будет включать SCC во все свои договоры со всеми локальными подрядчиками, поставщиками, которые имеют доступ к персональным данным обработке в рамках вот этих как раз холдинговых активностей, вот, как вы считаете, можно ли использовать SCC на территорию Российской Федерации, если да, то под каким условием? Коллеги, кто-нибудь хочет высказаться первый? Я вижу лес рук, то есть рук нет, как бы сплошное молчание. Марина? Ну, я могу высказаться. Или Андрей, да, Андрей, давай. Ну, опять-таки, я говорю, у меня как бы холдинговые структуры, у меня как бы есть европейские и российские, каких-то особых как бы проблем и ограничений, связанных с договорами, я не вижу, вот так вот, если напрямую говорить, то есть я примерно понимаю, что должны договора включать, особенно сейчас большая проблема добавлять определенные условия, когда мы передаем свои персональные данные процессором, ну, например, у нас там есть компания, которой мы заказываем обработку наших персональных данных в рамках заказа билетов и заказа гостиницы, они для нас там являются процессором. И, допустим, у нас там будут битвы за каждое дополнительное положение к этим договорам, потому что у нас есть свои определенные риски и мы там должны четко понимать, как их расшарить, с процессором, по той простой причине, что как бы спрашивают будут с нас в случае каких-то проблем с процессором, если мы там начнем терять, или там у нас какие-нибудь проблемы с персональными данными европейцев. Но по факту, то есть у нас каких-то таких глобальных вещей проблемных я не особо вижу. Тут главное просто надобавлять в различные там договора или в приложениях договора, или в дополнительные соглашения правильных вещей, связанных с персональными данными. Ну, что я имею в виду? Вопрос, например, что делать со штрафами, кто за это отвечает? Написать каких-то базовых вещей, связанных с гарантиями по обработке по защите персональных данных. Сейчас мы потихоньку идем в историю, связанную с обеспечением некого базового уровня безопасности и получения гарантии, что он существует. Гарантии могут получаться различными способами, либо это сертификация наших поставщиков, подрядчиков, либо мы проводим самостоятельно аудит, либо там мы оцениваем результаты аудитов с третьей стороны, либо мы выкатываем некий определенный перечень организационных и технических мер, которые, по нашему мнению, должны быть реализованы. Также мы в договора запихиваем информацию, например, связанную с контактами ДПО, которые с нашей стороны, с их стороны, чтобы услышать каких-то вопросов, комментариев, запросов и так далее, мы могли оперативно обмечать. То есть мы просто расширяем существующие наши дальнейшие договорные отношения теми положениями, которые предполагает GDPR, которые, мы полагаем, у нас могут возникнуть в рамках transparency, notifications для субъектов данных и так далее. То есть какую-то серьезную историю я в этом не вижу, то есть такая важная, комплексная работа, но она не слишком тяжелая, на мой взгляд. Там долгое согласование, долгое выверение каких-то историй, но это не такая большая проблема, мне так кажется. здесь я, наверное, развиваю мысль, которую сейчас Андрей высказал, я бы сказал, что есть определенные нюансы, допустим, когда российские компании в рамках холдинговых структур получают предложение с их европейских визовей присоединиться к joint-controller ship. И здесь, если это будет ограничено только сугубо одним joint-controller ship, я вижу определенные риски, что наш располнадзор, по крайней мере, для определенной поры может не распознать, что же это за соглашение, каким образом оно ложится на российскую почву, поэтому в этой ситуации я бы, допустим, предложил бы рассмотреть либо заключение отдельного DTA вот к этому joint-controller ship либо иным образом как-то это предусмотреть, потому что, к сожалению, очень часто европейские коллеги, они как бы имеют в виду примат GDPR, да, и что там всегда лучшие практики, и что ничего страшного, если мы напишем больше, чем есть у вас в законе. Мы там ничего вам не испортим, у вас все и так будет хорошо. Ну да. Вот, но здесь, как показывает практика, часто эти joint-controller ship agreement, они фактически навязываются материнская структура в адрес всех своих. Я абсолютно соглашусь, joint-controller agreement это такая абсолютно навязанная вещь, потому что, условно, если вы, допустим, контроллер, а все остальные процессоры, процессоры говорят, ну, у нас там нет документированных инструкций, нам контроллер не предоставил, мы там не согласовали, как бы, ой, у меня там надо уведомить, допустим, об инцидентах контроллера, а дальше он пусть сам разбирается с субъектами, с надзорным органом. Быть процессором как бы, в такой структуре контроллер-процессор, когда там оба подпадают, намного легче. И поэтому, как бы, контроллер, который как бы умный, контроллер с сильными юристами, с такими сильными рисковиками, на мой взгляд, типа, не, пацаны, давайте как бы шарить наши обязанности, шарить наши риски, и типа, давайте все будем joint-контроллерами. Вот мы сейчас вот играем в такую историю, она такая очень интересная, она такая высокоменеджерская, такая... Это как покер, когда все блефуют, да, и все пытаются получить, как бы... Да, коллегия, здесь еще добавила продолжение, Алексей, что ты говорил по поводу того, что, да, у нас есть joint-контроллер и дримон, допустим, у нас есть стендер, или еще какой-либо любой другой договор между дочками и матерью. Дело в том, что такие договоры и вообще вся история с персональными данными, как я по своему опыту заметила, открывают отсутствие определенных основных договоров, о которых ты говорил, допустим, даже договор, который идет выше Data Sharing Agreement, то есть договор между организациями, которые определяют там взаимодействие по бизнесу, взаимодействие оказания услуг и так далее. То есть, как правило, выясняется, что даже таких треугольных вещей, которые на юридическом уровне описывают обязательства одной организации перед другой, они отсутствуют. И при этом в отсутствии вот таких документов компании начинают действительно с нуля или даже берут какой-то таблет и заключают договор. И в данном случае я хочу обратить внимание всех, кто работает в международных компаниях, чтобы проверили наличие основного договора между организациями, потому что иначе я, конечно, не риск, но я могу предположить, что насколько будет легитимен тогда тот же сам Joint Control Agreement, который накладывает дополнительные обязательства. То есть нет основного договора в компаниях. И это очень частая вещь, которая встречается посевместно в крупных компаниях, ведущих компаниях и так далее. Поэтому на это обращайте внимание, это очень важно, потому что даже при проверке регуляторы могут обмениваться между собой информацией. Если вас проверят допустим в Европейском Союзе какой-то местный пускомнадзор, то он вправе по запросу другого регулятора передать информацию о том, что между вами и там, допустим, другой организацией существуют некие взаимоотношения. И тут уже вопрос по бухгалтерии, вопрос по оформлению и так далее. То есть тема с персональными данными может выявить очень много подводных камней. Ну вот видишь, в то же время, я даже, Кристина, здесь не припоминаю, чтобы были какие-то громкие или явные штрафы связанные с тем, что как бы там, что договора плохо оформлены, что-то у вас там не договорено. По факту ведь все-таки штрафуют и в случае каких-то проблем будут штрафовать и спрашивать с контроллера и будут ему вменять то, что он там недостаточно, допустим, был прозрачен по отношению к субъектам данным, ну типа там не до конца им рассказал, куда их персональные данные передаются и зачем. Будут спрашивать именно вот за это, а не за то, что у него договор с процессором плохо сделан. Я здесь... Ну здесь правы есть уже за отсутствие DPA, и, кстати, да, то есть как бы есть такая практика. Плюс еще был случай, я, к сожалению, не помню, это в одной из восточноевропейских стран, может быть, даже Польша, наверное, могу ошибаться, на сайте European Data Protection Board можете посмотреть по штрафам. Там была история, компания, которая является контролером, и выяснили, что у них некорректно заключен договор, есть некие ошибки с другой компанией, которая является процессором. И, соответственно, хотели выйти на этого процессора, а у него там что-то лицо юридическое ликвидировано, в общем, там очень какая-то мудрая история. И, в общем, к тому, что не только на контролера обращают внимание, но еще, конечно же, наличие вот этого договора будет некой такой палочкой в сторону компании, с которой этот договор заключен. Более того, еще очень важно, когда вы заключаете договоры, определить корректно роль и статус. Вот мы тоже недавно с коллегой общались, с организацией, очень крупной, которая предоставляет определенные кадровые услуги. И он говорит, что одни хотят их видеть как им работники, другие хотят их видеть как операторы, по итогу некоторые как совместные операторы. И, в общем, мы не знаем, что делать, у всех разные позиции. и мы там с европейцами контрактуем, с американцами, с российскими компаниями, то есть международный бизнес. И представители каждой компании, каждой сферы видят в них отдельную роль. Но, конечно, понимаешь, где сфера услуг, тут тоже нужно какой-то адаптироваться под запросы клиента, но все равно, то есть я считаю, что нужно выработать позицию, к какой роли вы относитесь, исходя из этого уже формировать договоры. Я не вижу проблемы с определением роли, там достаточно все понятно. Если вы определяете состав персональных данных и целей их обработки, вы контроллер. Ну, не совсем так, Андрей. Здесь, наверное, не совсем соглашусь, потому что у нас, допустим, joint control ship может быть при совместном определении цели, при определении цели каждый сам для себя на совместную организацию обработки персональных данных. Это понятно, потому что ты этот расширивать начинаешь, конечно. Процессор контроллер, тут все просто. Ну, может быть, встречное поручение. Так, Вадим. Просто хотел в эту тему, раз уж мы тут начали вот эти вот цепочки разбирать, такой очень интересный свежий кейс, мне понравился. Компания сказала, мы процессор, короче, мы все обрабатываем, все хорошо, там были готовы подписать все что угодно, но потом, при возникновении проблемной ситуации, когда попросили дать справку, значит, и описать, что происходит, они выкатили длинную-длинную перечень субподрядчиков и сказали, что это наши субпроцессоры. И это совершенно нормальная для России ситуация, с которой может столкнуться каждый из них. Поэтому вот мы тут говорили, что должен быть основной договор гражданско-правовой и договор про регулирующие отношения в области персональных данных. Просто может быть как лайфхак, вот жестко запрещать субподряд без согласия, вплоть до каких-то штрафных санкций. Мы это прописываем в договорах. Вы узнаете, что там куча субупроводчиков. Да, и это на самом деле стандартная практика, более того, это требования субпроцессоров и GTPR. И в тех комплейтах, которые я вложил, это как бы жестко фиксируется, более того, там прописывается в том числе право на аудит не только процессора, но и субпроцессоров, в том как бы ином виде. А мы делаем аналогичным. Да, пользуясь случаем, здесь один из уважаемых зрителей конференции спрашивал по поводу статьи сравнения соглашения поручения либо передачи без поручения. Я вот как и обещал, ссылочку в ответ как бы встал, можете заглянуть там посмотреть. Коллеги, кто-то еще? Может быть, хочет высказаться? Андрей, Илья, Марина? Так, молчание. Коллеги, ну тогда давайте предложим нашим уважаемым зрителям обсудить еще одну тему, называется обезличивание. Вот это, наверное, одна из таких мощных тем, потому что вопрос обезличивания персональных данных, анонимизации, псевдонимизации, он непосредственно связан с самим концептом персональных данных, что мы считаем персональными данными, что мы не считаем. Насколько я знаю, Роскомнадзор у нас как в этом, в анекдоте как бы про стюардессу и так далее, решил вытащить труп матрицы персональных данных и снова его оживить. Вот, по крайней мере, я об этом слышал. И как по вашему мнению, какие перспективы в принципе обезличивания в России? Потому что у нас с 6 по 11 год обезличивание было представлено в концепте анонимизации, как это указано в GDPR, то есть, собственно, деперсонификация персональных данных без возможности обратить этот процесс вспять и сопоставить, собственно, анонимизированные данные с конкретным субъектом. С 11 года у нас обезличивание это не мера, которая меняет правую природу персональных данных именно как персонифицированных, а это способ обеспечения их дополнительной защиты при обработке, то есть это уже аналог концепта псевдонимизации персональных данных, то есть когда у оператора есть возможность эти данные в итоге сопоставить уже с конкретным субъектом персональных данных. Вот по вашему мнению, как вы считаете, в принципе, если мы берем европейский подход, он в каком-то виде может быть применим в России, с точки зрения именно практики, то есть в принципе может ли российская компания использовать обезличивание, как это написано у нас в статье 5 законописания данных в качестве меры прекращения обработки персональных данных, по вашему мнению. Коллеги, так, у нас кто-то... Давайте сейчас мы послушаем, может быть, тех, кто сейчас не выступал. Марина, Андрей, вы хотите высказаться на эту тему? Коллеги, дерзайте, а то у нас выступают одни и те же, Илья. Ну, в части обезличивания я могу начать. На мой взгляд, я думаю, здесь многие согласятся, то, что прописано в 152 ФЗ, это явное псевдообезличивание, потому что, ну, исходя из определения обезличивания, исходя из определения, что такое персональные данные, получается, что о таком 100% обезличивание речи не идет. на мой взгляд, да. Давайте я потом продолжу. Да, я просто хотел добавить, как бы, что сам термин обезличен, сколько ты считаешь его удачным? Вот именно для псевдонимизации, допустим, как у нас сейчас в законе это озвучено? Ну, на мой взгляд, неудачен, потому что он не отражает реальной сути, то есть это реально псевдообезличивание, а не обезличивание. Что касается вопроса по тому, насколько организации могут применять обезличивание, ну, если опираться на 152 ФЗ, то все-таки могут. Единственное, неясны комментарии Роскомнадзора на этот счет, что раз приказ с методами обезличивания не распространяется, ну, распространяется на муниципальные и государственные органы, то не могут пользоваться коммерческие организации, ну, коммерческие организации, я думаю, могут пользоваться 152 ФЗ. Здесь, на мой взгляд, все-таки нужно действительно исходить из прав субъектов персональных данных, что если мы говорим, что мы данные обезличим, то это действительно так, что не остается возможности вернуть обратно их, привести к персональным данным. Да, Илья? Ну, на самом деле, да, если исходить из здравой логики и смысла, то есть процесс обезличивания, он обязательно должен быть односторонним, но не двухсторонним, как это у нас сейчас сделано, или там, как у нас написано в методике от русского надзора, знаменитой, от 13-го года, или, или что меня очень сильно порадовало, как это сейчас зафиксировано в новом федеральном, федеральном, да, по-моему, закон в отношении внедрения экспериментального правового режима по, по искусственному интеллекту в городе Москве, что у нас есть теперь понятие обезличенные персональные данные, то есть, ну, мне кажется, это какой-то правовой казус и издевательство над самой терминологией, имеющей отношение к персональным данным, как персональные данные могут быть обезличенными, но это очень странно, вот, это, это, уже не персональные данные, если не обезличенные, да, и, вот, из-за этих проблем с трактованием терминологии, конечно, складывается иногда недопонимание в общении с контрагентами, то есть, ну, мы, опять же, как фарма, то есть, мы не заинтересованы никогда видеть данные пациентов, кроме, там, ситуации, которая связана с нежелательными явлениями, наверное, единственное, ну, одно из, скажем так, очень редких исключений, вот, поэтому у нас почти везде там механизмы обезличивания, там, они указаны в качестве требований к провайдерам, что, они ни в коем случае не должны предоставить персональные данные, что они могут предоставить только статистические данные и не более того, то есть, у многих контрагентов, опять же, в голове обезличивание связано с внедрением идентификаторов вместо FIO, и как бы и все, и вот вам базу отправили в Excel, и она, смотрите, в приложении к письму обезличенное, вот, безусловно, в этом проблемы, когда начинаешь дискутировать с юристами этих контрагентов, они как бы выражают позицию, которая в том числе упоминалась Роскомнадзором, пытаешься им объяснить, что это не обеспечивает безопасность непосредственно пациентов этой ситуации, потому что это может привести к нарушению их конституционных прав, вот, вот эта коалиция, конечно, очень хочется, чтобы ее решили, то есть, но пока, судя по всему, просвета не видно, и будет очень здорово, если, как мы обсуждали именно в рамках RPPA, мы в этом направлении тоже будем, как и с законом интереса, максимально продвигать нашу позицию, основанную, опять же, на разумности в отношении того, что все-таки замена там, FIO, ID, это псевдонимизация все-таки, это, безусловно, один из методов защиты обеспечения безопасности персональных данных, но обезличивание это все-таки то, что действительно перестает, скажем так, делать персональные данные персональными, и вот в этом плане, конечно, европейский опыт, там тоже как бы не все однозначно, то есть, механизмы обезличивания, они часто бывают даже уникальными для конкретного бизнес-процесса, то есть, в зависимости от того, о каких данных идет речь, то есть, опять же, когда мы говорим об обработке данных в клинических исследованиях, там очень сложно в отношении того, что, например, даже если мы говорим про там выборку по конкретному заболеванию, что за выборка должна там себе иметь там не меньше, там не знаю, ста записей, потому что если там речь идет о трех записей в отношении больных с определенным диагнозом из определенного города, то есть, ну, вероятность реиденсификации, даже если нет ничего более конкретного о человеке, она очень высока, потому что если речь идет тем более о редких заболеваниях, то есть, ну, людей с определенным заболеванием их не так много. Знаете, что-то мне вспомнилась одна тоже ситуация, связанная с таким вот обезличиванием, которое, обезличивание, нам предоставили клинический случай, ну, как тоже бывает доктора, описывают клинические случаи, то есть, на различных мероприятиях, в том числе по заказу различных фармацевтических компаний, чтобы обучать других докторов тому, как правильно в таких ситуациях с пациентами себя вести, как все-таки их лечить в того-то подобного рода ситуациях. И там это был опубликованный клинический случай, мы были спонсором мероприятия, в котором он был опубликован, то есть, там говорилось в этом клиническом случае, что придайте ему эмоциональный окрас, что вот там пианистка из такого-то города, вот у нее были проблемы с уставами, несмотря на это, она вот, она прекрасно играла, но оказалось, что как бы в этом городе она единственная пианистка, и все. Вот, понятно, ее имя никто не называл, но всем стало понятно, кто это. То есть, обезличивание, это очень непросто, и вот это надо понимать, что если мы действительно хотим не просто соблюсти закон, а обеспечить безопасность прав, обеспечить, скажем так, невозможность нарушения прав субъектов персональных данных, то к каждому бизнес-процессу, в который мы хотим внедрять увеличение, надо подтаить индивидуально. Да, и у нас сейчас будет еще, так понимаю, желающие выступить из зрительного зала на тему, но маленькая ремарка от меня, на что бы я хотел обратить внимание уважаемых зрителей конференции, это то, что у нас в России некоторые компании находятся на стороне такой идеи, что после того, как они обезличивают персональные данные, допустим, в процессе их сбора и передают их для дальнейшей обработки, в том числе хранения на зарубежные сервера, что это никаким образом не стоит для них угрозы нарушения требований по локализации, то есть они считают, что персональные данные обезличены, они для третьих лиц, для обработчиков, субобработчиков перестают быть персональными данными. По моему представлению это не совсем так, потому что да, при определенных условиях, если отличная была сделанность хорошо и качественно, доступ именно к самим персональным данным с точки зрения нарушения конфиденциальности мы можем исключить, но вопрос целостности и доступности этих данных при их обработке он остается, если мы посмотрим опять же на статью 19 закона о персональных данных и на GDPR, то Data Breach это не только про конфиденциальность персональных данных, но как минимум еще и про целостность и доступность и даже если мы передаем внешнему поставщику обезличенные персональные данные, их права природа как персональные данные она от этого не меняется, то есть мы исключаем повторительские конфиденциальности на целостность и доступность если данные внезапно исчезнут и вас там в бизнес-процессе от этого могут пострадать субъекты никто не будет смотреть, что эти данные были вами псевдонимизированы все равно это будут нарушения прав в субъекте присоединенных данных. Кристина, скажи, пожалуйста, у нас будет возможность подключить коллегу к выступлению или нет? Да, вот я вижу, что подняли руки Алена, Олегу Ленов и Елена, я предлагаю подключить человека, который крайний раз поднял руку, скорее всего, это будет как-то связано с обезличиванием. Елена, я сейчас вам дам возможность высказаться. Вот. Вот, я Олег тоже смотрю, у него появился возможность высказаться. Так, у Олега и... Коллеги, Олег и Елена, включите, пожалуйста, свои микрофоны, чтобы мы смогли слышать. Так, Олега очень плохо слышно. Алло. Да. Лучше слышно? Да. Да, теперь лучше. Вот. Да, я хотел высказаться по поводу еще легитимного интереса. Дело в том, что, ну, мы здесь обсуждали то, что основная проблема легитимного интереса это не столько, как он в законе сформулирован, а сколько, какая у нас практика сложилась в России, вот, и как Роскомнадзор нам все это рушит. И Вадим сказал очень правильную вещь. Вот, как только легитимный интерес, это все классно и интересно, до тех пор, пока не начнешь его показывать какому-то региональному Роскомнадзору и пытаться определить, что такое балансировочный тест. С одной стороны, да, действительно именно так. С другой стороны, в Европе с балансирующим тестом тоже все очень так неоднозначно, потому что по-хорошему формулировки в законе, ну, достаточно близкие. единственное, что дает какую-либо уверенность в том, легитимный это интерес или нет, это всякие ВП-29, это пояснение локальных органов. То есть у нас получается такая, знаете, пэтчворк, то, что называется по-английски регулирование, у нас есть какие-то островки понимания, где это легитимный интерес, а где нет. Вот периодически появляются всякие решения о том, что, ну, в данном ситуации легитимный интерес нет, в данной ситуации, ну, вроде как да, и постепенно, постепенно появляется какое-то, знаете, такое интуитивное понимание на основании множества примеров, как балансировать правильно, в каких случаях это дичь и делать этого не стоит, и нужны другие основания, а в каких вроде все и в порядке. Получается, что, возможно, способом решения нашей проблемы является как раз-таки, вот, знаете, генерация конкретных случаев. вот этих островков понятного регулирования, каких-то типов, каких-то, не знаю даже, как это сформулировать, темплейтов, наверное, вот так вот, темплейтов оценок, которые признаются рынком, которые получили какое-то подтверждение регулятора, например, кто-то из компаний прошел проверку и регулятор сказал, ну, вроде да, вот из того, что я так, например, делал, когда оценивал законный интерес, я посмотрел политику персональных данных Яндекс и сравнил с датой проведения у них проверки. Вот у них легитимный интерес, он уже присутствует какое-то время, если там представить версии политик, то оно уже где-то есть. И легитимный интерес там появился еще до проверки Роскомнадзору. Ну, вот у нас какой-то островок стабильности появился, какие-то виды обработки, вроде как подпадают под легитимный интерес и балансировать можно и нам всем остальным. Вот, хотел вот такую идею закинуть, возможно, всем нам стоит подумать в этом направлении. Я бы здесь поведен. Я с вами не совсем соглашусь, потому что как бы Роскомнадзор, особенно региональным, вообще сильно фиолетово о том, как там проверяли Яндекс и других компаний, они будут вас проверять по своим ощущениям, по своей линейке. То, что на первых порах будет сложно, я не спорю. Будет очень сложно, я на самом деле... Первые вот эти годы идут уже, блин, сколько, 10 лет, 15 лет. Как бы они вот не начались вот с 2018 года. Легитимный интерес как правовое основание обработки персональных данных даже в России появился как бы не вчера. А использовали его прям активно, ну вот вписывали в свои политики давно? Да никто его не использует, потому что Роскомнадзору как бы по барабану на него. Ну а кто начнет двигаться вот в этой динамике? В этой динамике. Олег, на самом деле попытки были и попытки были и раньше, но я бы, честно говоря, с точки зрения как бы учридических подходов, я бы не хотел бы идти по пути кодификации законного интереса, да, вот давайте вот впишем все случаи с законным интересом. Нет, нет, я не за это вступаю. Ну я просто, я как бы, да, поясняю свою позицию. Смысл законного интереса, что он стоит на пограничии правового регулирования, да, то есть законный интерес это не миненное право оператору на какие-то процессы активности, да, мы вынуждены идти по минному полю, да, и вот кто-то там впереди подорвался и мы уже знаем, что туда лучше не ходить. Вот я думаю, Вадима, как бы, у него уже на самом деле такая спиралька очень плохая, потому что все считают, что туда не нужно ходить, и когда вы смотрите законный интерес, вы обнаруживаете, что у нас нет позитивной судебной практики не потому, что это такая сложная субстанция, а потому что никто как бы не говорит суду, что эту норму надо применить. Никто просто не пытается обжаловать предписание штрафа по мотиву у нас был законный интерес, суды просто не анализируют эту норму. А зачем мне как бизнесу их обжаловать? Мне проще напихать согласие и сказать, как бы, ладно, окей, я был не прав в Роскомнадзор, мне это проще, дешевле и лучше. Андрей, даже если мы говорим про те решения, которые обжаловались, вот они обжаловались по мотиву нет, наше согласие хорошее, но никто никогда не делал довод, а еще у нас есть законный интерес. Так не надо еще, как бы, законный интерес, он вместо согласия должен быть, если мы его рассматриваем как такой вариант. Не в России. Не в России, в России можно совмещение правовых оснований делать. Ну, я понимаю, неправильно, я считаю. В смысле в чем? Ну, неправильно, извините, так сложилось. Ну, вот что ты делаешь, так сложилось. И как бы, и поэтому, как бы, законным интересом никто не пользуется, регулятор не пользуется, все забили, и как бы, я, допустим, как человек, который там на стороне бизнеса, или, например, если бы я как консультант буду выступать, я не буду рекомендовать бизнесу использовать в России законный интерес, потому что у меня появляется дополнительный риск. Мне проще напихать неправильное, как бы, с точки зрения как бы правилости и логики согласие, сказать, типа, ладно, окей, мы этим закроем. Или я буду искать другое основание, ну, не знаю, там... Есть такая классная тема, как называется, investigations. Там согласия живут очень недолго, если они вообще когда-либо появляются. И вот этот, как бы, момент, когда есть варианты или вообще ничего не делать, или искать хоть какое-то основание, почему это можно делать. то есть я могу себе представить жизненные ситуации, когда реально придется судиться по поводу... У меня не было согласия, но было что-то еще, и законный интерес вполне может оказаться одним из этих рагментов. Может. А если мы, например, говорим про COVID-ситуацию, это может быть вообще какой-нибудь там социальные там вопросы и там, не знаю, безопасность. Это публичный интерес, как бы здесь... Публичный интерес, конечно. Да, то здесь вопрос... То есть поискать варианты можно? Можно, вариантов очень много. Вопрос в том, что бывают ситуации, когда супермен по неволе, да, у тебя нет иных, как бы, возможностей хоть как-то обосновать обработкой персональных данных, и ты идешь в законный интерес. Но если ты туда идешь, то нужно это идти, как бы, идти туда основательно, да, то есть бронежилетом, там сказкой, с минонавискателем, то есть писать подробно свою позицию, определять, в чем твой законный интерес, на каких правовых основаниях ты его основываешь, да, как бы это... Так в любом случае нам надо идти с необходимыми основаниями. Если согласен, то согласие должно быть нормально написано. А если это, например, требования договорные, то там тоже надо понимать, что там минимизация данных тоже используется. Если это требование законодательства, то вы должны четко указать, какое законодательство, где конкретно эти нормы прописаны. То есть, смотрите, как бы в Европе есть конкретная идея, что все законные интересы, они равны. Нет одного лучше, нет какого-то хуже. Но потом обычно надзорные органы так смущенно добавляют, что как бы, ну мы не рекомендуем использовать согласие, а к законному интересу рекомендуем присмотреться. То есть, все-таки вот забавно что-то. Ну, кстати, очень много кейс-стадий на эту тему. Есть уже обобщение практики, но основной месседж, наверное, может быть, как раз одна из задач от ППА на следующий год, это продвигать законный интерес массы. И если есть компании, которые, может быть, не хотят быть в роли кошечек, на которых будут тренироваться все остальные, за которые будут смотреть, но бывает, может быть, ситуация, когда у коллег там проверка на носу, да, иные правила основания они уже найти не могут. Я думаю, что мы можем вполне предложить наш коллективный разум, да, и попробовать им помочь уже в такой, казалось бы, безвыходной ситуации. А вдруг это сработает, и вдруг, собственно, они смогут, как бы, свой вопрос. Ну, конечно, потому что законный интерес задним числом вести намного проще, чем согласие задним числом. Я тут абсолютно соглашусь с вами, коллеги. Да. Коллеги, большое спасибо. У нас следующий вопрос, тоже очень интересный, это транспаренсии, вот, которые многие коллеги в России, как бы, его не понимают и не готовы, скажем так, его как-то интерпретировать. Вот, если можно, может быть, каждый вот из спикеров хотя бы там в одном-двух предложениях опишет, что для вас транспаренсии с точки зрения вопросов обработки и защиты персональных данных. Мы сейчас говорим о транспаренсии в отношении, в первую очередь, субъектов персональных данных. Хотя бы, там, может и пример привести, либо какое-то общество представление, что для вас транспаренсии. А давайте я начну. Проблема транспаренсии в России заключается в том, что в GDPR транспаренсии как принцип обработки персональных данных уже появилась, вот, как бы, GDPR просто в директиве не было, а в России в 152-м федеральном законе, который списан с директивой, транспаренсии не появилась как принцип, и как бы мы во всех остальных принципах там более-менее схожи, там, там, GDPR, там, 152-й федеральный закон, а вот транспаренсии, ну, еще аккаунтабилити, это как бы следующий вопрос, не появилась, и как бы вот мы и живем как бы без прозрачности, без доброты и без транспаренсии нет просперити, без транспаренсии нет просперити, как там раньше у Титронова, где без таблицити нет просперити, вот, ну, с транспаренсией то же самое. Без транспаренсии нет комплайенса. Кристина? Мне вот, я просто не знаю, как здесь руку поднять, поэтому я пытаюсь спрятаться всегда. Мне, честно говоря, даже интересно, откуда пошли такие сложные тексты, которые используют от компании компании в своих политиках, инструкциях и так далее, то есть их же реально сложно читать, это невозможный формализм. И это нарушение GDPR, и как бы в случае проверок позорными органами за это спрашивают. Да, само собой, это нарушение, это не капли не транспаренсии, но причем я когда сравнивала, смотрела большое количество сайтов, даже пользовательское соглашение, которое по сути уже такое ближе к пользователю, ближе к такой бизнесовое, где описывают, что от тебя хочет этот ресурс, какой, что сервис, какие условия тебе предлагают, но тоже сложно написан. Вот, и может быть вы, коллеги, расскажете, может у вас есть какой-то инсайт, кто был первым человеком, который написал первую политику и она начала копипаститься, потому что действительно, на мой взгляд, вот именно Алексей задал вопрос, что для тебя транспаренсия, для меня транспаренсия, когда я читаю документы, я понимаю, что там написано, а не когда я читаю документы, думаю о чайках, море, пальмах, потому что я хочу отдохнуть. То есть, по сути, нет, вот этот сложный формализм, он сбивает человека и, конечно же, нацелен на определенную аудиторию, которая подкована и понимает эти слова. Это опять-таки проблема надзорного органа российского. То есть, если мы российскому органу показываем пачку документов, как бы большую, классную, здоровенную, и как бы, что вот все готово, вот у нас модель угроз, вот у нас положение обработки персональных данных на тысячу страниц, как бы мы молодцы. А в Европе там четко прописано, что мало того, что вы там должны уведомить и рассказать субъекты персональных данных о том, как вы обрабатываете персональные данные, вы должны это сделать понятным, простым языком, чтобы это было хорошо. Сейчас, например, мы сейчас у себя, мы писали тоже какие-то документы, как бы они были несложные, небольшие. Допустим, у меня там базовые первые документы с развязанными с notifications для сотрудников, они там занимали, ну, допустим, где-то пять страниц текста А4, немного. Но и то, как бы мы там начали получать обратную связь, что как бы тяжело, долго читать, как бы неприкольно. Сейчас мы переделываем notifications в виде презентации, что там были картинки, графики, как бы какая-нибудь инфографика, чтобы как-то классненько показывать, что вот как бы к субъектам персональных данных, чьи персональные данные у нас обрабатываются. Это был хороший пример. Я бы здесь, на самом деле, немножко поправила по поводу 152-го федерального закона. Действительно, как принцип transparency, он не выведен, но я просто недавно тоже мы с коллегами делали сравнительную оценку, и я сейчас точно не скажу, в каком пункте упоминается действительно, что что-то должно быть понятно более-менее субъекту, плюс доведение информации до субъекта об обработке, оно тоже как-то размазано по 152-му федеральному закону. Размазано, размазано, а просто GDPR-ный, вы видели в отдельный конкретный принцип, типа, будьте, пожалуйста, как бы конкретны и добры. Ну, плюс, еще не будем забывать, что на самом деле у европейских компаний, вообще у заграничных компаний уже выработана вот эта позиция transparency, если даже вы откроете политики старые, которые писались еще в 90-х годах, когда у нас не было СТРК со сложным тоже текстом, там достаточно тоже очень просто, очень юзерфрендли написанные инструкции и все, то есть на самом деле тема transparency, мне кажется, она давно живет по крайней мере в европейском обществе, это точно. Вот, единственный вопрос, мы, кстати, тоже сталкивались, клиенты спрашивали, если мы сделаем транспарентную политику для наших субъектов, будет ли она транспарентна для регуляторов? То есть, если мы понятным языком там все напишем, это бы желательно. Делать два документа. Но вот как к субъектам ориентироваться, на какой документ, по какому документу ты рулишь их правами? То есть, есть какие-то критерии, которые ты выбираешь? Есть, есть, он должен быть простым и коротким. У меня базовый документ, самый важный по персональным данным, это политика Data Protection Policy, он занимает ровно одну страницу. И когда мне там субъект начинает что-то задавать вопрос, либо там контрагенты, либо там с кем мы общаемся, типа, а как вообще, что у вас, вопрос с персональным данным как у вас в организации решен, я отсылаю этот документ, он публичный документ, и он закрывает там 90% возможных вопросов. Документ на одну страницу ровно. В этом документе описаны наши принципы обработки персональных данных, там декларируется, что компания соблюдает все права субъектом персональных данных, они там прослеживаются, там есть контакты, куда обращаться за дополнительной информацией, там есть базовая информация про организационно-технические меры по защите персональных данных и приверженность руководства требования по обработке персональных данных соответственно российским, финским и европейским. Все на одну страницу помещается. Ну, такой ванпейджер, это классический, на самом деле, подход, информационная безопасность, это правило хорошего тона, причем задолго до правильности, как бы оно было выявлено. Я вижу, что Марина хочет высказаться, Марин. Да, коллеги, на самом деле, много всего говорили, я согласна, мне кажется, что прозрачность в Европе так развита, потому что там есть культура правеси в обществе, и все-таки европейские компании, они работают еще на клиента, они преподносят правеси как часть своей, как бы, своего бизнес-характеристики, своего продукта. У нас отношение к правеси, пока это, как бы, пережить Роскомнадзор, Роскомнадзору нужны вот эти вот талмуды с формализмом, и вот просто могу поделиться болью, например, ну мы понимаем, да, вот все эти также уже достаточно распространенными подходами в Европе, это, например, многоуровневое согласие, да, там вот этот legal design, какие-нибудь one-time privacy notice, глоссарии, сейчас есть тенденция, например, вот вы говорите о суперкоротких privacy notice, у меня пока какие-то не получаются, но многие компании, все чаще я замечаю, они делают сокращенные версии и более длинные. Марина, это не privacy notice, как бы, это именно data protection policy, потому что privacy notice есть конкретные требования по его составу, это GDPR, к сожалению, privacy notice нельзя сделать короткими, там слишком надо много указать, что конкретно они собираются делать. в общем, я просто говорю про то, что очень много фишек делать это, реально работать на пользователях, формулировать это в виде вопросов, ответов, и вот могу поделиться более, что, например, вот, пытаешься сформулировать положение, например, в виде там вопрос-ответ, какой-то глоссарий, какое-то делаешь требование относительно legal design, там тот же вот этот multilayer и прочь, наоборот, пока к этому отношение такое, ну, а это юридически значимо, а почему мы так неформально пишем? У нас такой нет культуры, мне кажется, потому что у нас бизнес еще не понимает, что, ну, privacy можно продавать как часть своего продукта, может быть, потому что у нас этого аудитория не ценится еще. Ну, я здесь абсолютно спрошусь с Мариной, как бы, мы поэтому делаем, как бы, два, как бы, две работы, у нас есть формально большие документы, которые описывают детально и конкретно, как бы там юридическими красивыми словами, и, соответственно, у нас есть аварийность материалов, которые больше пользовательскими словами описывают, что, как конкретно мы персонально обрабатывали, как защищать и так далее. Но, опять-таки, вот, короткие документы, они делаются вот на основании там больших и длинных, которые у нас тоже формально способом компании внедряются. Ну, это общая практика, на самом деле. Да, Марина, говори. Есть еще одно такое наблюдение, это возвращаясь к нашей дискуссии, я просто немножко выпалу о согласиях. У нас еще, когда спрашиваешь о согласии, зачем согласия, на каком... Многие люди согласие еще воспринимают как вот некую прозрачность. Давайте сделаем согласие по статье 9, вот, со всеми вот этими реквизитными деталями и так далее, потому что это вот информирование субъектов. То есть, вот, есть еще и такие трактовки, на самом деле. И, кстати, для России это хороший вариант, на мой взгляд, как бы согласие показывать, как вот, да, условно, в деле мы собираемся обратно персональные данные. Да, это часть вот этого notifications можно использовать. Я здесь соглашусь. Андрей, я вот категорически не согласен. Я сейчас, пока мы готовились к вебинару, открыл рандомное, значит, первое попавшееся согласие в случайной страховой компании. И просто, ну вот, я человек, который 11 лет занимается правеси, я попробовал понять, что происходит. Я вот, значит, почитал 5 минут, определил примерно смысл, там, третий слов, которые были написаны, при том, что это были формулировки из закона, и несколько фраз еще, все остальное, как бы представить, что будет происходить с данными, куда они будут попадать, что-то еще, все это закрывало словом передача и, по-моему, словом распространения. Вадим, а вы, прошу прощения, на русском языке читали или на английском? Нет, я говорил про, применительно к согласию по статье 9 нашего закона. Ну, то есть на русском языке? Ну, то есть как бы проблема заключается в том, что в России практика прозрачных, удобных, классненьких, красивеньких как бы уведомлений, она не работает, ее нет. Мы привыкли писать сложные, странные термины, которые могут быть и плохо сформулированы, в том числе и с точки зрения юридического языка. И красиво мы писать редко можем. А если мы, например, берем какие-то notifications европейские, там как бы можно найти прямо такие офигенно классные штуки, особенно если мы, допустим, начинаем лазать по сайтам надзорных органов, там можно найти прям отличнейшие примеры, инфографику там и так далее. Так вот, коллеги, я категорически не согласен, что для того, чтобы соблюсти требования нашего закона, обязательно писать это куриным языком. Мы можем написать понятным русским языком даже с учетом требований статьи 9 закона о персональных данных, у меня есть позитивный опыт. Ну, грубо говоря, вы делаете согласие для клиента. Вы ей пишете вот эту вот всю формальную ерунду, там, любимые фразы своей воли в своем интересе в соответствии с таким-то законом вот такой-то датой, вот эта вот вся мантра и потом просите работников, например, подписать. Возвращается там энный процент работников и говорит, мы не понимаем, что это такое, зачем это нужно, почему их там так много и вообще. Вы пишете то же самое, но простым нормальным языком, а спереди еще объясняете, зачем он подписывает эту бумажку. Вот это согласие нужно нам для того, чтобы мы могли то-то и то-то, потому что закон. И после этого количество работников, которые возвращаются за пояснениями или отказываются что-то подписывать, радикально уменьшается. И это очень интересно, потому что, ну, это такой свежий опыт, я недавно начал смотреть, как это работает, и это действительно работает. То же самое... Да как надо делать, Вадим, как бы общая логика транспаренции, она вот такая. Самое главное, чтобы Роскомнадзор это понял. Это как бы своим... Там как бы все формальные критерии соблюдены, просто не обязательно писать это птичьим языком и использовать там четыре существительных подряд для того, чтобы это было юридически значимо. А смотрите еще, Вадим, какая есть еще проблема для бизнеса и для консультантов, почему многие консультанты и это камень в огород консультантов пишут, в том числе вот таким сложным и непонятным языком. Потому что, когда консультант принесет условно красивую презентацию и там одностраничную политику там по, не знаю, по безопасности персональных данных, его заказчик спросит, типа, за что мы воплати такие большие деньги? Вот за эту одностраничную писульку типа, идите, переделывайте. И потом приносят 150 страниц, типа, молодцы. Я на самом деле... Я слышал это много раз, пожалею. Сейчас Кристина защитит консультантов, а потом Илья еще, я думаю, давай. Я здесь не соглашусь, мне кажется, но это мое личное мнение, поскольку, ну вот у нас, по крайней мере, это никак не нацелено на количество страниц, а нацелено на результат, но просто писать еще нужно уметь. То есть, если ты можешь объяснить свою идею, довести простым языком до ребенка, ну это мы все слышали, вот это старый такой обговорочек, то, значит, ты понимаешь сам, что ты хочешь сказать. То есть, написать формальным языком, скопипастить, откуда-то, какой-то готовый документ может, ну могут многие. А написать красиво, понятно субъекту, это сложно. Лично для меня, я не знаю, может быть, у вас сходу получается все понятненько по полочкам разложить, но чтобы это разложить еще плюс иконки, добавить рисунки, это сложно. Никто не хочет, мне кажется, просто запариваться и берет уже готовые наработки. Но на самом деле, если посмотреть, даже те же самые веб-сайты, уже есть хороший прогресс, хорошая тенденция. Особенно многие стартапы используют простой, понятный язык, IT-разрабы и так далее. То есть, я вижу светлое будущее в этом направлении. Светлое будущее, оно, безусловно, есть, но у наших согласий, которые в России, вот это мое общее наблюдение, даже очень хорошие написанные согласия, они часто страдают одним очень важным изъяном. В них непонятный источник получения персональных данных, в согласиях часто это вообще никак не описано. И, кстати, это создает очень много вопросов. Я, как, собственно, ДПО, часто этим сталкиваюсь, когда люди видят список персональных данных в согласии, а у меня, собственно, вопрос, откуда у вас обомнеете данные, как вы их получаете, потому что данные могут быть получены от самого субъекта, от третьего лица, в ходе мониторинга за действиями субъекта. Данные могут быть созданы самой компанией, которая, собственно, эти данные может создавать, генерировать в процессе обработки ранее полученных персональных данных. Вот этого часто не хватает, и особенно, если мы уходим в деликатные сферы, как раз, мониторинга действий сотрудников, особенно сейчас, во времена ковида, дистанционной работы, когда некоторые начальники очень хотят понять, чем занимаются работники в рабочее время, хотят их, опять же, мониторить. Вот все эти моменты. Ну, Илья, я думаю, что ты продолжишь мысль, как тоже, как внутренний ТПО? Ну, на самом деле, когда ты спросил, кто виноват, у меня, как у бывшего айтишника, не юриста, сразу возникла мысль, это все юристы виноваты. Я соглашусь, я вот прям двумя руками, даже вот так вот, двумя, вот, но, соответственно, после того, как Вадим описал его текущий подход, конечно же, юристов не хочется обвинять. Мне кажется, тут просто две такие культурные особенности, может быть, нашей нации, может быть, нашей страны, которые, наверное, со временем поменяются. Первое, это то, что мы все-таки, к сожалению, пока защищаем персональные данные не для того, чтобы защитить человека, а для того, чтобы защитить себя от регулятора. Вот, соответственно, мы просто делаем, как принято. А второе, соответственно, вторая культурная особенность, что мы, скажем так, подход smart risk taking, это не про нас. То есть, как бы сделать красиво, но допустить возможность, вероятно, что все-таки прикопаются, но это тоже не про нас. То есть, мы лучше перестрахуемся 15 раз, вот эти фразы, юридические, мы вставляем в своей воле, в своем интересе и так далее. Но, на самом деле, мне кажется, тенденция хорошая есть. Вот упомянула Кристина, что уже стартапы и такие развитые IT-компании, они уже все-таки стараются использовать вот этот более понятный язык. И, ну, очень хочется, чтобы эта практика распространялась на другие компании тоже. Возможно, мы тоже от RPPA какие-то рекомендации сможем выработать в этом отношении, то есть, распространять с помощью наших участников на рынках. И, кстати, просто хотел, среди прочего, упомянуть, вот Андрей сказал, что Privacy Notes обычно, скажем так, должны содержать много информации. Это так, но даже такие документы можно сделать, как это в английском называется, layered, то есть, как бы, ну, выделить основные вопросы, перечислить для человека, нажать, на которое он сможет и прочитать, что там внутри, как бы, а если его не заинтересует заголовок, он не нажмет. Их можно делать удобными, и, ну, это задача, опять же, нас, как бизнеса. Можно и нужно делать удобными, и, в первую очередь, это, кстати, очень хорошо продается внутри компании, потому что, не забывайте, что очень часто для многих компаний основным потребителем, собственно, этой Privacy культуры является именно внутренний клиент, то есть работники. С них, собственно, как раз на них можно отрабатывать многие вещи, и с них нужно начинать подобные эксперименты, скажем так, и, ну, я думаю, что рано или поздно мы дойдем уже именно до иконографики, до комиксов, до каких-то схем, когда мы, грубо говоря, будем, в самом деле, этот план невозможный, то есть показываем субъект, откуда его данные, как бы, мы его получаем, где они обрабатываются, опять же, схематично, собственно, какие компании получают, это, на самом деле, будущее, да, потому что еще один очень важный момент, это уровень образования субъектов, в котором вы эти документы показываете, то есть приходится рассчитывать на самый базовый уровень компетенций, вот уровень образования, уровень жизненного опыта, потому что, если даже иногда, вот, я, как человек с демиологическими образованиями, иногда читаю, согласен, не могу понять, что же там мне пытается втюхать, вот, если я могу представить, что другие люди, когда это читают, для них это не то, что абракадабра, для них это вообще просто на какой-нибудь там суахиле написали текст, они еще не понимают, буквы родные не узнают, как, да, алфавит. Я вот еще хотела бы добавить пару слов, еще, мне кажется, при составлении всех этих политик, стоит учитывать, что сейчас очень большой информационный фон по загрузке, и в эпоху свайпинга, да, перелистывания быстрокартинощик, человек не сможет сконцентрироваться, мне кажется, на документе более чем два или там три страницы, поэтому действительно вот эта инфографика, она спасает, регуляторы европейские ее активно используют. И нам тоже придется использовать, и правда, единственное, что, опять же, то, что говорили коллеги, то есть, есть первый слой, это как бы фронтенд, да, но всегда, когда вы можете нажать на ссылочку, получить полный текст, да, как бы, в виде того, что же мы пытаемся, как бы, продать, как бы, под схемой. Да, это лучший вариант. Коллеги, еще кто-то хочет высказаться на тему, потому что у нас уже время подходит, мы не хотим задерживать, как бы, и участников панели, и участников конференции, вот, уже 19.30, собственно, у нас еще там пару вопросов осталось, но боюсь, что мы уже так затянем обсуждение. Да, коллеги, у меня еще было короткое дополнение, мне кажется, сейчас хорошее направление есть для развития трансперенции, это такой, знаете, ситуативной трансперенции, когда все сложено не в одной политике, которая длинная, которую действительно никто не читает, а когда в зависимости от контекста действительно появляются какие-то информирующие поп-апы, и они разбиты по конкретным активностям, в которых вы сейчас, ну, вот, например, у нас приложение, которое мы развиваем, и в зависимости от того, в каком вы контексте находятся, соответственно, возникает информация релевантно конкретно для данного контекста. Таким образом, на мой взгляд, информирование намного более эффективно достигается. Знаете, кто хорошо делает вот такого рода вещи? Это классные, четенькие СММщики, которые сидят там в социальных сетях и отвечают на различные комментарии крупных брендов, каких-нибудь банков, телекомов, которые там всякую фигню им пишут. Они такие, да-да-да, мы там безопасно тут обрабатываем. А куда нам персонально обрабатывать? Передаете. Мы там туда-то, туда-то. И они как бы красиво, с фьюморством, с смешными картинками отвечают в соцсетях. Это как бы шутка-небалутка. Это очень хороший вариант взаимодействия с объектами данных. Марина, Марина, ты что вообще сказать? Я просто, Олеги вспомнила, я когда читала, это эвот за самый как бы plain language в privacy notice. И они, конечно, это очень интересно, потому что эта идея для РППа учредить что-то такое и заодно продвигать вот эту культуру. Они в этих ресерчах, ну там публикуют целые ресерчи, и они, конечно, там очень на многие вещи обращают внимание и на визуализацию, как это усваивается там визуально, разделы, подсекции, какие-то там, например, фишки, там при наведении курсора объясняется, там мы запрашиваем у вас там электронную почту и при наведении курсора ты получаешь объяснение, почему запрашивает компания. Вот, там под таких мелочей, что, например, учитывается там, например, введение в этом privacy notice, контролер разъяснил, как бы, так сказать, вдохновил ли вас на то, чтобы дальше прочитать, отразил ли он ценность того, вот, если вы дальше прочитаете здесь этот notice. Вот, там была очень такая милая, милая ресерч, давным-давно, до того, как Google привлекли к ответственности по GDPR, там было такое свидетельство одного из участников, что я вот прочитала правительства notice Google, мне кажется, они, конечно, делают с моими данными очень много, но у них так классно написано, у меня, я не получил уровень доверия. Это было очень мило, потом 19-й год, Google там, они недостаточно направили. 50 миллионов евро к Нилу как бы излепил, как бы, да, да, есть прекрасный орден, кстати, тоже, да. Это было очень здорово, они реально это делают под соусом, что мы как бы building trust с нашим кастомером, и вот это того, чего не хватает нам в России, и вот это, мне, конечно, мне кажется, в этом ключевая тема, про культуринг. Да, Марина, то, что вы говорите, это, например, у Революта, если посмотрите у них правильность полиса, там внизу стоит аккредитация, есть такая компания, называется Plain English Campaign, и у них есть специальный марк, который подтверждает читабельность документа, и вот Революта, например, в конец все ставят, достаточно, по-моему, прикольная практика. Да. И, могу быть интересно, с точки зрения России, большое спасибо за идею, думаю, что мы на уровне РППа будем такие челленджи, собственно, продвигать, да, и, может быть, в итоге у нас будут какие-то, ну, темплейты, не темплейты, но хотя бы образцы каких-то лучших практик, которые не будут нарушать требования 152 ФЗ, в каком бы он виде не был, да, и которые будут наследовать лучшим тенденциям. Коллеги, большое вам спасибо. На этом, как я и обещал, мы завершаем нашу панельную дискуссию, не все вопросы удалось обсудить, но я думаю, что в любом случае обсуждение уже было интересным. Со своей стороны, еще раз хочу бы повторить, что материалы, которые показывали спикеры в ходе двух своих презентаций, уже доступны на сайте, регистрируйтесь и сразу получайте к ним оперативный доступ, либо запрашивайте непосредственно у самих спикеров. Вот, видео с, как бы, этой и панельной дискуссии, всей конференции через некоторое время, надеюсь, завтра или послезавтра уже будет доступно на нашем сайте. Вот, и дальше передаю слово Кристине и Илье. Коллеги, спасибо большое, что вы нашли время, чтобы поприсутствовать, и чтобы выступить, чтобы нас послушать. Действительно, первое наше мероприятие, которое мы проводим именно от РППА, но при этом мы хотим еще раз поблагодарить нашего партнера Академии информационных систем, которая помогла нам в организации этого мероприятия, потому что мы, когда начали, поняли, что это не все так и просто, оказывается, делается. Вот, и, конечно же, без партнеров это все очень сложно, но мы хотим обратить внимание, что мы здесь ради того, чтобы объединить специалистов, спасибо, КПМГ. Нет, КПМГ, к сожалению, здесь не присутствовала. Мы здесь для того, чтобы объединить специалистов разных отраслей, внешних специалистов, консультантов, меняться опытом, поэтому мы приглашаем в качестве спикеров в качестве слушателей абсолютно всех, потому что для нас это важно создать среду, которая, к сожалению, до какого-то момента отсутствовала, централизована в России, где мы можем обменяться мнениями абсолютно свободно на платформе американского провайдера. И, соответственно, у нас очень много планов. Хочу обратить внимание, что один из этих планов это съезд партии РППА, на котором мы обсудим цели, миссию и вопросы, поэтому все, кто уже записался в член РППА, ты записался в член РППА, мы вас ждем, будет скоро анонс о ближайшем слете, скажем так, на котором мы также все обсудим. И, как неоднократно упоминал Алексей, действительно, мы планируем разрабатывать совместную документацию, разъяснение, пояснение, которое будем дистрибутировать для всех желающих или для ограниченных спиртных групп. вступайте, у нас есть социальные сети, присоединяйтесь, и мы также будем рады за обратную связь от вас, потому что мы постоянно совершенствуемся, хотим расти вместе с нами, с вами, всем добра, здоровья, передаю слово Илье. Да, я просто хочу в завершении еще напомнить по поводу нашего совместного ВСБ-152 исследования. Очень прошу, зайдите, пожалуйста, на РПП.ру, там на главной странице есть ссылка на это исследование, на опросник, потому что, я думаю, реально будет очень интересно потом подвести итоги и вообще посмотреть, что получилось. Еще раз всем огромное спасибо. По-моему, первый раз, первый блин был совсем не комом. Спасибо всем панелистам, спасибо всем гостям. Всего хорошего. Да, коллеги, большое спасибо. Хорошего вам вечера и до новых встреч. Да, всего доброго. До свидания. До свидания.